Привет, мои смелые друзья, которые решили сдавать ЗНО по физике. Меня зовут Зарицкий Александр Николаевич, я учитель физики образовательного портала Внешколы. И сегодня мы с вами займемся разбором решений ЗНО по физике 2017 года. Поехали! Итак, давайте поговорим о том, как в целом устроен тест ЗНО по физике за 2017 год. Что приятно, наконец-то центр оценивания перестал каждый год менять структуру теста, и мы имеем, что он выглядит точно так же, как и за год до этого. В двух словах, всего в тесте 34 задания. Типы этих заданий следующие. Это задания с выбором одного правильного ответа, то есть тесты другими словами. Это задания на соответствие, это задания с коротким ответом. Они в свою очередь делятся на два типа, структурированные, ну и обыкновенные. Новых типов заданий, соответственно, нет, как в общем-то и в прошлом году. Максимальный сырой тестовый балл, который можно набрать, если вы все правильно и идеально решили, это 56 баллов. В итоге они, конечно же, переводятся в привычные конкурсные 200 баллов, ну или меньше. Пороговый балл за 2016 год был 10 сырых тестовых баллов, которые переводили в 100 конкурсных баллов. То есть это то, как все выглядело в прошлом году. Если вы набираете меньше 10 сырых баллов, то вам ставят статус, что вы тест не сдали. То есть пишут Nesclav. Ну и нужно обратить внимание, что в разных по номерам тестовых тетрадях формулировки заданий, последовательность их изложения, последовательность вариантов ответов может немножко изменяться. Мы с вами будем разбирать одну из них. Ну и давайте начнем с заданий с выбором одного правильного ответа, то есть с тестов. Структура заданий с выбором одного правильного ответа следующая. Всего в тесте заданий таких 20 штук. Вы можете перед собой видеть, как они оформляются в бланке ответов. То есть там, где вы считаете, что ответ правильный, вы ставите крестик. Если вы вдруг ошиблись, то вы зарисовываете таким черным прямоугольником. Безусловно, нельзя ставить несколько крестиков в одном задании. Я думаю, это понятно. Могу вам предложить следующие советы по решению заданий. Первое, стоит их не бояться. Они являются обычно несложными. Если вдруг у вас где-то ступор, вы не знаете, как решить, пропустите лучше это задание. Вернетесь к нему чуть-чуть позже. Может быть, какая-то светлая мысль к вам придет. Ну и, конечно же, следите обязательно за единицами измерения. Это физика. Очень часто в заданиях просят давать ответы не обязательно в системе интернационал. А там, ну, к примеру, дайте ответ в километрах, в нанокулонах или там деленным на 10 в 15 степени. Обязательно следите за этим, иначе вы можете все решить формально правильно. Но неправильно напишите ответ и получите 0 баллов за этот вопрос. Безусловно, отмечайте ответы на все вопросы, даже на те, на которые вы ответа не знаете. Нужно помнить, что всегда можно угадать. Это экзамен. Каждый набранный балл важен. Ну и оцениваются эти задания следующим образом. Одно правильно решенное задание равно одному сырому тестовому баллу. Итак, приступаем, собственно, к решению самого теста. Для начала хочу сказать буквально пару слов о том, какой тест в целом в этом году относительно заданий, их сложности. Что интересно, уже, если я не ошибаюсь, где-то два года не было тестов, в которых было такое количество устных заданий. Это касается вот именно первой части задания с выбором одного правильного ответа. В прошлом, если правильно помню, в позапрошлом году основной упор делался на задачи, даже в тестовом уровне. Сейчас мы снова имеем, как еще в старых тестах, очень много устных вопросов на понимание явлений, на знание теории и так далее, и тому подобное. Некоторые задания при этом, ну как сказать, грамотно, не то чтобы мне не совсем нравятся, как мне кажется, в базовой школьной программе по физике им не всегда уделяют должное внимание, то есть вот тем частям теории, с помощью которой эти задания можно решить. Таких заданий на весь тест где-то 2-3. Ну, тем не менее, если быть, в общем-то, точным, то знаний ребенка в целом должно, конечно, хватить, чтобы решить весь тест целиком. Просто где-то надо было дополнительно подумать, где-то ответ ясен сразу. Ну, давайте переходить уже к основной части. Итак, поехали. Задание номер один. В нем такое условие. Кроплы на черныла падают с пипетки на стил через однаковые промежки часу. Смужку белого папера 4 раза протягивают під пипеткой зліва направо. На який зисмужок зареєстровано ревномерный рух с найбільшою швидкостью? Значит, здесь в задании надо было обратить внимание на фразу, вот именно ревномерный рух, то есть равномерное движение, поскольку, вот если обратить на варианты ответа, внимание, то в вариантах B и в варианте вот G у нас наблюдается разное расстояние между капельками на бумажке, то есть это уже у нас очевидно неподходящие ответы, поскольку здесь движение будет неравномерное. А равнопеременное, ну или, как чаще сейчас говорят в школе, равноускоренное. Вот как раз в вариантах A и B мы видим, что примерно одинаковое расстояние между точечками, соответственно, и там, и там движение, видимо, равномерное. Ну и поскольку в варианте V расстояние больше, это значит, что мы быстрее протягивали полоску, и капельки вот успевали капать на большем расстоянии друг от друга. То есть здесь скорость больше и правильный ответ у нас V. Ну или давайте его вот здесь тоже отметим. Итак, задание номер два. В относительно первой системы вытеку метеорит рухается с швидкостью 6 км на секунду, а относительно другой – с швидкостью 8 км на секунду. Вы значите наименьшую можливую швидкость руху другой системы вытеку относительно первой. Ну на самом деле задание так сбоку касается физики, оно даже больше, наверное, на здравую логику. Поскольку у нас есть относительное движение двух объектов, то, я думаю, каждый из собственного опыта знает, что наибольшей будет казаться скоростью относительного движения, когда объекты двигаются лоб в лоб, то есть навстречу друг другу, и тогда, собственно, скорости складываются, чтобы найти относительную скорость. А наоборот, наименьше будет казаться скорость, если один объект догоняет и обгоняет второй. То есть, если это схематически нарисовать, вот давайте где-то здесь, в свободном месте, то схема движения должна выглядеть каким-то подобным образом. То есть, два объекта должны двигаться в одну сторону. Тот, что едет быстрее, будет обгонять тот, который едет медленнее. Ну, здесь речь идет о полете двух тел, это неважно. И, собственно, в таком случае для нахождения относительной скорости используется, как я думаю, тоже понятная многим формула. Это надо вычесть из скорости более быстрого объекта, скорость более медленного. У нас это получается 8 км в секунду минус 6. Мы получаем как раз ответ 2 км в секунду. Ну и, собственно говоря, вот он вариант А. Задание номер 3 уже чуть-чуть посложнее, требует расчетов. Деревьяный брусок ревномирно ковзывный с похилой плащиной. Дивись рисунок. Вызначьте коэффициент тортия ковзания бруска похилой плащиной. Ну, во-первых, может быть, кому-то в школе рассказывали, и кто-то помнит о формуле нахождения коэффициента трения скольжения, вот как раз методом его исследования с помощью наклонной плоскости. То есть, просто укладывается тело на наклонную плоскость, вот как показано на картинке, поднимается дальше наклонная плоскость на такую высоту, когда тело только-только начнет скользить вниз. Ну и, собственно говоря, при этом обозначается вот какой-то угол альфа и измеряется его тангенс. Так вот выясняется, что как раз коэффициент трения скольжения вот в таком случае равен тангенсу угла наклона. Давайте я эту формулу покажу. Причем не любого угла, а того угла, при котором тело только-только начинает скользить вниз. То есть, можно предположительно рассматривать такое движение равномерным. Но, в принципе, данная формула не всегда рассказывается и явно не касается тех формул, которые все должны обязательно помнить, готовясь к ЗНО по физике. Поэтому давайте посмотрим, как можно было это получить, если мы это не знаем. Вообще, задача стандартная на наклонную плоскость. Это динамика. Обязательно нужно изображать здесь силы. Вниз у нас действует сила тяжести, которая как раз и начнет приводить в движение этот грузик. Если он начнет соскальзывать вниз, то ему будет мешать как раз двигаться сила трения, о которой в основном речь в условии идет. Тоже давайте ее покажем на рисунке. Обязательно действует сила нормальной реакции опоры, потому что у нас есть опора, это наша наклонная плоскость. Вот я ее перпендикулярно к наклонной плоскости рисую. Все. Больше сил никаких здесь не действует. Типичная, кстати, ошибка в данном случае. Ребята очень любят дорисовывать вот некоторую силу тяги, здесь направленную вниз вдоль наклонной плоскости, думая, ну раз тело вниз съезжает, его что-то тянет. Но на самом деле у тела нет ни двигателя, никто его не тянет ни рукой, ни веревкой. Оно съезжает благодаря проекции силы тяжести, вот МЖ, на ось параллельно к наклонной плоскости. То есть только благодаря силе тяжести это движение происходит. Ускорение я не рисую как вектор, потому что нам сказано, что брусок равномерно скользит. То есть я это подчеркиваю в условии. Давайте здесь же на рисунке покажу, что у нас А равно нулю. Ну и собственно здесь стандартный подход к решению, это изобразить проекционные оси, сделать на них проекции второго закона Ньютона, ну и в итоге выразить мю, которое в общем-то от нас просят в условии. Давайте это обозначим, что мы мю ищем. Ну стандартно оси здесь принято рисовать вот таким образом. Ось Х параллельна наклонной плоскости, я в сторону движения ее построю. Ось Y через N проведем, и вот можем ее продолжение продлить в обратном направлении. Ну собственно начнем с второго закона Ньютона. В векторном виде сначала сумма всех сил, которые мы видим на рисунке, равна МА. То есть N плюс сила трения, плюс сила тяжести МЖ, равно МА. Ну поскольку А у нас равно нулю, как мы с вами указали, эта сумма равна нулю. Далее надо векторную запись превратить в численную, ну или как более грамотно говорят, в скалярную. Давайте это делать. Давайте начнем с проекции носиксов, то есть на ось направления движения. Итак, смотрим, N у нас перпендикулярна оси ХОВ, соответственно, ее проекция равна нулю. Сила трения направлена в обратном направлении относительно оси ХОВ, поэтому ее проекция это минус сила трения. Что касается МЖ, то тут проекцию уже надо отдельно строить. Опускаем от кончика МЖ перпендикулярна оси ХОВ, получаем вот определенный отрезочек, это наша проекция. Угол в получившемся прямоугольном треугольнике, который лежит напротив проекции, вот я его показываю на рисунке и подписываю рядышком, он равен альфа. Подумайте, кстати, сами, почему так, то есть почему он равен углу наклонной плоскости. Это несложная геометрия. И получается, что мы знаем гипотенузу в этом прямоугольном треугольнике, это МЖ, нужно искать катет, который лежит напротив угла альфа. Из элементарных знаний тригонометрии этот катет равен произведению гипотенузы, то есть МЖ на синус альфа. То есть я так и пишу, что проекция МЖ, это у нас будет МЖ синус альфа. Ну и знак этой проекции у нас будет положительный, потому что отрезок строится у нас в сторону положительного направления оси ХОВ. Ну дальше проекция нуля, это ноль, здесь не о чем говорить. Ну, собственно, смотрим. Нам нужно в конечном итоге найти мю. Оно содержится, очевидно, внутри силы трения, то есть надо ее расписывать. Давайте я это отдельно сделаю. Формула для силы трения у нас, сила трения скольжения равна мю Н, то есть коэффициент трения умножить на силу нормальной реакции опоры. Ни в коем случае не пишите мю МЖ, очень активно эту формулу вбивают в голову в школе. Действительно, сила трения именно на горизонтальной поверхности равна мю МЖ, и эта формула очень часто используется, к ней сильно привыкает, но это же верно не всегда. Здесь-то у нас поверхность наклонная, поэтому никаких мю МЖ. Н мы с вами пока не знаем, его нужно искать. Н всегда ищется, опять-таки, из второго закона Ньютона, а он у нас с вами уже есть. Как отсюда найти Н? Ну, сделать проекцию на другую ось. Мы не зря вот так вот сразу взяли, еще заочно нарисовали У, он нам сейчас пригодится. То есть я все тот же самый, второй закона Ньютона в векторном виде, сейчас проецирую на оси У и посмотрим, что у нас получится. Итак, поехали. Н. Ну, Н уже на самой оси У лежит, направлена в ту же сторону, поэтому как раз ее проекция будет просто Н. Сила трения к оси У уже в свою очередь перпендикулярна, поэтому ее проекция равна нулю, я напишу плюс 0. Что касается МЖ, то опять здесь проекция чуть похитрее. Вот давайте я тут уже на картинке сейчас влеплю тоже прямой угол. Ну, можете увеличить, на самом видео посмотреть. У нас получается вот такой вот прямоугольный треугольничек, и вот у него угол Альфа уже, то есть он как накрест лежащий к другому углу Альфа, что я в предыдущей проекции нарисовал. И нужная нам сама проекция, вот она у нас на оси, вот я сейчас навожу на оси У, она прилежит к углу Альфа. Тоже из простейших знаний тригонометрии этот катет будет равен произведению гипотенузы, то есть МЖ на косинус уже Альфа. Так и пишем, значит, проекция МЖ будет у нас, МЖ косинус Альфа. Знак ее будет минус, потому что МЖ у нас направлено в сторону обратную, относительно положительного направления оси У, поэтому я ставлю минус. Ну, опять-таки, справа ноль, с ним мы ничего не делаем. Вот как раз из второй проекции на оси У, давайте отдельно выразим Н, которая нам была нужна для силы трения. Я для этого МЖ косинус Альфа перенесу вправо и получу, что как раз Н равно МЖ косинус Альфа. В принципе, это частый стандартный результат. В несложных задачах на наклонную плоскость его можно даже отдельно себе помнить. Но учтить это верно не всегда. Есть случаи, когда на наклонной плоскости сила нормальной реакции опоры не будет равна МЖ косинус Альфа. Ну, сейчас уже в эти подробности вдаваться не будем. Кому интересно, смотрим наши онлайн-уроки подготовки к ЗНО по физике. Там об этом более подробно говорится. Ну, теперь я подставляю полученную силу нормальной реакции опоры в формулу силы трения, получаем МЖ косинус Альфа. Вот чему она равна. Тоже, как часто результат, это можно помнить, но, опять-таки, выполненный не всегда. И готовый результат для силы трения уже подставляем вот в проекцию на ось Х. Итак, что мы получаем? В проекции на ось Х, но я уже нолик не пишу, будет запись минус МЖ косинус Альфа плюс МЖ синус Альфа равно нулю. Ну, здесь уже можно в другую сторону вот перенести наш минус МЖ косинус Альфа. Мы получим, давайте я здесь напишу, какую запись, что МЖ косинус Альфа равно МЖ синус Альфа. Вот так, тулю. Слева и справа на МЖ можно посокращать, это одинаковый ненулевой множитель. Мы получим МЮ косинус Альфа равен синусу Альфа и поделим обе стороны на косинус. После деления слева останется только МЮ, справа будет синус делить на косинус. Это тангенс. Ну и, собственно, вот я только что доказал вот эту полученную формулу. Ну, когда понятно, откуда она взялась, дальше осталось чуть-чуть вспомнить еще раз тригонометрии и уже посмотреть вот на всю нашу наклонную плоскость, как на прямоугольный треугольник, не вспомнить, как рассчитывается вообще тангенс угла Альфа. Это отношение у нас будет вот противолежащего катета к этому углу к прилежащему катету к этому углу. У нас на линейках тут как раз все показано. Противолежащий катет у нас, ну, давайте я даже не буду переводить в метры, в сантиметрах оставлю, это, видимо, в сантиметрах у нас обозначение, он будет равен 15, прилежащий 60, ну, собственно, это, можно сделать, промежуточный расчет равен 1,4, ну, и в свою очередь в виде десятичной дроби 0,25. Ну, собственно, вот он полученный результат. Итак, поехали дальше. Задание 4. За графиком заложенности проекции импульсу ПХ тила в часу Т укажите правильное співвідношение меж проекциями на визь ОХ ревнодийных Ф1, Ф2, Ф3, сил еще 9 на тила, видповідно, противом интервале в часу О1,2,3. И вот, собственно, нам сам график зависимости импульса от времени дан. Нам с вами надо указать правильные утверждения относительно того, как можно сравнивать силы на этих графиках. Ну, изначально, может, не совсем и понятно было ребятам, как связаны здесь силы с графиком импульса от времени. Тут нужно немножко подумать. Во-первых, что мы видим? Мы видим, что на участке 1 у нас импульс растет. Давайте я это буду здесь подписывать. То есть, П1 у нас растет. На участке 2 импульс, П2 его назовем, он не меняется, никак не буду показывать, что с ним происходит. А на участке 3 снова растет. Что это все обозначает? Ну, во-первых, чему у нас с вами равен импульс тела? Давайте формулу вспомним. Импульс тела, я даже не в векторном виде, пишу, а просто в численно. Масса тела умножит на его скорость. Ну, масса тела у нас здесь не меняется. У нас, собственно говоря, одно и то же тело. А как раз, видимо, меняется скорость вот на участке 1 и на участке 3, потому что именно ее изменение только и может привести к изменению импульса. Давайте вот это подчеркнем. Соответственно, получается, что на участке 1 у нас скорость растет, на участке 2 не меняется, на участке 3 снова растет. Давайте эти выводы сделаем. То есть, V1 у нас растет, V2, просто так перепишу, не меняется. Ну, давайте грамотнее даже сделаем. Напишем, что равно константе. V3 тоже растет. Для чего я все это делаю? Как вообще скорости, опять-таки, связаны с силами? Ну, а что такое сила, действующая на тело и приводящая к движению с какими-то скоростями? Это, в общем-то, речь идет о втором законе Ньютона, который показывает, что при действии некоторой силы у тела возникает некоторое вот ускорение А. А ускорение у нас как раз, давайте вспомним, что это такое. Это у нас по формуле изменение скорости за некоторое изменение времени. Ну, собственно, вот когда это мы уже видим, связь изменения скорости с силой, и можно сделать выводы, в общем-то, как здесь сравниваются силы. Давайте посмотрим. Вот отличия участка первого и третьего. Они похожи, в обоих случаях импульс и скорость растет, но в первом мы видим, что скорость и импульс растут быстрее, чем в третьем. Это значит, что вот изменение скорости за определенное время в первом случае будет больше, чем в третьем. И, соответственно, это приведет к большему значению ускорения в первом случае, чем в третьем. Давайте это даже обозначим. Ну, а как вывод, это приведет к тому, что сила в первом случае, которое действует на тело и разгоняет его, будет больше, чем в третьем случае. И уже можно, в общем-то, искать, где у нас будет вариант F1 больше, чем F3. Ну, как видим, вот у нас уже случай А не подходит, случай Б, возможно, подходит. Случай В, кстати, тоже пока, возможно, подходит, потому что вот у нас F1 больше, чем F3. Случай Г не подходит уже, потому что, наоборот, написано F3 больше, чем F1. Осталось разобраться с силой на втором участке. На втором участке, как мы видим, импульс не меняется, скорость уже не меняется, как я указал. А это значит, что изменение скорости за время равно нулю, оно же не менялось. И ускорение равно ноль получается. То есть, во втором случае, можем смело писать, что ускорение равно нулю. Это значит, что и сила на тело действовала равная нулю, ну или другими словами не действовала вообще. Ну, собственно, вот видно, вариант, который нам подходит, это вариант B. Итак, задание номер 5. Трубку, запаянную с одного кинца, занурить в открытом кинцем у воды. Рогу стена лады, G прискорение вильного падения, A и B, дивись позначения на схематичном рисунке. Яка с формулы отображает правильное співотношение между атмосферным тиском и тиском повитра в середине трубки. То есть, нас просят указать формулу, которая будет описывать, в общем-то, давление воздуха в нашей трубке. Вот она здесь. Обратите внимание, сказано в условии, вот, запаянная сверху. То есть, тут такая крышка глухая. В зависимости от наружного атмосферного давления, ну и, собственно, некоторых данных, которые здесь есть. То есть, величин А, Б и так далее. Задание, с одной стороны, сложное, с другой стороны, на понимание происходящего. Что будет такое давление вот здесь, в этой части трубки? Из-за того, что она сверху закрыта, ну и, собственно, снизу тоже, вот, жидкостью, водой, то получается, что здесь у нас, по сути, вот, изолированный газ, изолированный воздух, у которого небольшая высота этой части, очевидно. И мы должны с вами знать, что давление в газе у нас, в общем-то, одинаково будет везде, во всем его объеме, если мы не учитываем изменение давления с высотой. Ну, поскольку высота здесь у нас небольшая, то никакое изменение здесь давления с высотой у нас не учитывается. И получается, что давление в нашей трубке в любой точке будет одинаково. Вот здесь хоть верхний, хоть в нижний. Как раз более полезно для нас будет понимание, чему равно давление вот здесь вот в нижней точке. А здесь нам уже пригодится знание того, что вот у нас в нижней точке это же уже граница раздела жидкости и газа, то есть в принципе тут можно говорить уже о давлении как раз вот в жидкости на этом уровне, а в жидкости однородной давление на одной глубине везде одинаково, то есть что в общем-то в этой точке, что в этой, что в этой и так далее у нас будет равное давление. Ну в принципе вот точка, которую я справа нарисовал, она нам наиболее удобна, потому что здесь мы можем ответить чему равно на данной глубине, вот давайте я ее стрелочкой обозначу давление жидкости. Давление жидкости на глубине как раз определяется высотой жидкости над этим уровнем и собственно рассчитывается по формуле всем известной РОЖАЖ, ну в нашем случае высота вот обозначена буквой А, то есть здесь давление будет в жидкости РОЖАА. Важно не забыть еще следующий момент, что у нас сверху-то еще и атмосфера действует, то есть кроме того, что в этой точке давит жидкость, еще сверху на воду давит атмосфера и соответственно мы получаем еще и добавочное давление, которое передается сверху вот на эту глубину, это давление атмосферы. Вот собственно я уже и получил тот ответ, который нам нужно выбрать, то есть атмосферное давление плюс РОЖА, ну собственно вот это у нас как раз в пункте А и обозначено. Задание 6. Точки на рисунку відповідають різным станам идеального газу одній и той самой массы в координатах ПВ, П тиск, В объем, у яких двох станах температура газу однакова? Ну собственно вот показано у нас координаты ПВ, просят у нас показать в каких из этих точках, их несколько, у нас будет как раз одинаковое получается значение температуры. Одинаковое значение температуры будет соответствовать тем точкам, которые лежат на изотермическом процессе. В принципе это один из подходов к решению, он не самый точный, но тем не менее можно было обратить внимание, что вот единственные две точки на этом графике, через которые можно провести гиперболу симметричную, то есть изотерму, это точки 2 и 5, ну давайте это как-то так примерно сейчас попробую нарисовать. Не идеально получается, но я надеюсь, что смысл понятен. Вот видно, что они как раз подходят, можете попробовать провести аналогично гиперболу через другие пары точек, у вас не выйдет. Единственное, похоже кажется, что можно провести через 1 и 3, но они не симметричны относительно бисектрисы прямого угла здесь, поэтому там гиперболу построить будет нельзя симметрично. То есть это один из таких быстрых вариантов, но он не точный, звучит сумбурно, поэтому давайте посмотрим, как можно было дать ответ более точно. Как показать, что точки 2 и 5 нам подходят? Дело в том, что если они лежат на одной изотерме, тут одинаковая температура, то для них должен быть выполнен как раз закон изотермы, что P умноженное на V равно константа. То есть нам нужно проверить, для каких двух точек выполнено вот это равенство. Ну давайте проверим, что для точек 2 и 5 оно действительно выполнено. У точки 2 у нас координаты по объему 2, по давлению давайте посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте это обозначим, то есть получается, что P2, V2 это условно некоторые 6 единиц умножить на некоторые 2 единицы. А собственно для пятерочки у нас по давлению 2 условные единицы по объему 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, собственно говоря, уже видно, что это будет тоже равно произведению 6 на 2, ну и получается равно P5 умножить на V5. Ну отсюда можем сделать вывод, что эти точки принадлежат изотермическому процессу, соответственно у них одинаковая температура. Это более такое строгое доказательство, что ответ точки 2 и 5 является правильным. То есть это у нас B. Вопрос номер 7. Чи можула передати деякую кількість теплоты певні кількість речованы без зміны її температуры? Такой чётко устный вопрос на знание теории, на понимание физических процессов. Ну давайте сразу обозначим здесь правильный ответ, объясним, почему он правильный. Подходит нам здесь вариант G. Здесь указано, что C можула, як щорачуя на 5 час цёву в икону и работу, давайте подчеркнём это как один принципиальный пункт. Або відбувается фазовый перехит. Ну или ещё как более частый термин, агрегатное превращение. Что имеется в виду? В первом случае, если тело выполняет работу, и как может получиться так, чтобы у нас, значит, нельзя было изменить температуру, это описывается, в принципе, первым законом термодинамики в том виде, что всё количество теплоты, которое получает тело, расходуется на работу, а при этом у нас, значит, дельта У будет равняться нулю. То есть, изменения внутренней энергии нет, это как раз и будет обозначать, что температура объекта равна у нас константе. Ну, к примеру, это будет верно для газов при изотермическом процессе. Ну, второй вариант, я думаю, более такой привычный и понятный для всех, фазовый переход, агрегатное превращение другими словами, как я уже сказал, это когда вы, к примеру, нагреваете лёд, то есть, передаёте льду при температуре 0 градусов тепло, при этом он не будет нагреваться, будет плавиться, он будет превращаться в воду, всё при той же температуре 0 градусов. И пока он полностью не растает, у вас вода греться не будет. Это, собственно, и есть пример, когда тепло тело будет получать, а нагреваться не будет. Вот объединение этих двух возможных случаев как раз и даёт нам правильный ответ. Следующее задание номер 8. Тоже сугубо теоретическое, по сути, на знание понятия, знание определения. Тепловой ревновагой называют стан системы, за якого. И вот у нас приведены варианты ответов. Значит, это у нас вариант B. Уси макроскопичные параметры системы, как завгодно долго, завышаются незминными. В принципе, это, так скажем, на знание точного определения понятия теплового равновесия. Ну, особо здесь добавить нечего, скажем так, на знание точных понятий. Вопрос номер 9. Під час досліду вовчають залежність из купе речовины від абсолютной температуры Т. Речовину в герметично закритой посудине, объем, який є незмінным, нагревает. За наведенным графиком, визначить початковый уміст посудины. Вот это как раз одно из тех заданий, которые, ну, я могу свое личное мнение сказать, мне не особо понравилось, ну, или даже не знаю, какое тут точно подобрать слово. Не то, чтобы не понравилось. Мне оно кажется сложноватым для школьников, поскольку здесь все-таки вот такое более глубокое понимание процессов, которые могут происходить с паром, с жидкостью при изменении их температуры. Формально, в принципе, в вариантах ответов звучат такие понятия, как насыщенный пар, и, наверное, обращают внимание школьников на тему как раз влажность, на подтему влажность. Тем не менее, значит, что мы на графике видим? Мы видим объединение двух таких своеобразных интересных процессов, что давление от температуры некоторого объекта меняется, вот давайте начнем с второй части, линейно, и как раз, собственно говоря, продолжение его проходит через ноль, то есть через начало координаты показывает нам изохорный процесс с газом, то есть когда V равно константу. Здесь вроде бы все понятно, а вот эта вот часть, я думаю, особо не обсуждается в стандартной школьной программе, вот такой нелинейный процесс, нелинейная зависимость давления от температуры, когда мы видим, что с повышением температуры давление все быстрее и быстрее увеличивается. Ну, собственно говоря, что это может обозначать? Это может обозначать, что у вас есть газ, в который все время добавляется масса, то есть количество которого увеличивается, из-за этого, собственно, давление растет не только из-за большей активности движения частиц при увеличении температуры газа, а еще из-за того, что этих частиц становится все больше и больше, то есть по сути их концентрация увеличивается, то есть у вас есть одновременно два фактора, которые пытаются увеличить давление, и вот это приводит к такому вот более жесткому росту. Ну, собственно, этот как раз вот случай и описывает, что у вас вначале была жидкость с некоторым газом вместе, эта жидкость потихоньку при росте температуры все испарялось-испарялось, увеличивая количество газа, и потом, собственно, видимо, остался один газ в посудине, и он дальше стал уже нагреваться чисто по изохорному процессу. Это у нас говорит о случае, вот, Ридена, та насыщенная пара В. Можно уточнить, почему не подходит в таком случае вопрос выше Ридена. Ну, собственно, я так понимаю, что если мы ответим так, это будет обозначать, что весь объем сосуда занимает только жидкость, и получается, что при ее нагреве особо будет некуда испаряться, и мы не будем получать, собственно, вот этого результата, который мы здесь видим, ну, хотя бы так точно в первое время. Поэтому вот, собственно, ответ В. Переходим к заданию номер 10. На листане 10 сантиметров и точкового заряда модуль напруженности электричного поля до рівня Е. Чему до рівня модуль напруженности электричного поля в точке сейчас находится на листане 5 сантиметров и цього заряда? Ну, давайте схематически нарисую вообще, о чем может идти речь. Значит, ну, пускай у нас точечный заряд, к примеру, положительный. Вот, и на каком-то вот расстоянии от него, вот здесь находится точка. Давайте это расстояние обозначим, что это 10 сантиметров. И вот здесь нам известно, что напряженность Е, даже вот вектор, можем построить. Вот он у нас выходит, продолжая силовую линию из положительного заряда. Вопрос, чему, значит, численно равно значение напряженности в точке, которая в два раза ближе. Вот, давайте, значит, это напишем, ну, как Е1, Е1, и мы его не знаем. Вот, с вопросом. Здесь у нас 5 сантиметров. Ну, собственно, задание на знание формулы напряженности электрического поля, которое порождается зарядом точечным в зависимости от расстояния до рассматриваемой точки. Формула выглядит так, это постоянное в законе кулона, как умножить на модуль заряда, который породил поле, поделить на квадрат расстояние, вот это R большое, между точкой и, собственно, самим зарядом. Ну, в условии, в первом случае у нас расстояние 10 сантиметров, во втором 5, получается, что объект стал в два раза ближе. То есть, во втором случае R стало в два раза меньше, но оно еще в квадрате. То есть, R квадрат стало меньше в четыре раза. Давайте это как-то буду вкратце обозначать, что вот R квадрат уменьшилось в четыре раза. А это к чему приведет? Оно же в знаменателе формулы находится, то есть, при делении на число меньше в четыре раза, мы получим результат больше в четыре раза, и, собственно, Е у нас в четыре раза увеличится. То есть, вот наше Е1, получается, возрастет в четыре раза. Ну, или другими обозначениями, более аккуратными, Е1 будет равняться 4Е, с которыми мы сравним на расстоянии 10 сантиметров. Ну, как видим, вот нам подходит вариант B. Здесь типичная ошибка, которую я вижу очень часто, это забыть в знаменателе квадрат, и, собственно, дать ответ, что в два раза увеличится напряженность, к примеру, А. Ну, или даже не забыть, но не обратить внимание, что он повлияет на конечный результат. Будьте здесь внимательными и аккуратными. И так далее. Задание номер 11. Яка минимальна килькисть резисторов с опором по 12 кОмс, надо быть, а чтобы заменитый один резистор с опором с 16 кОмсом. Задание, кстати, вот такое, ну, громкие слова, конечно, сказать, что оно олимпиадное, но нестандартное так точно, потому что здесь надо понимать вообще смысл последовательного и параллельного соединения резисторов, что когда вы последовательно включаете их все больше и большее количество, то сопротивление наращивается, когда параллельно, что оно, наоборот, будет уменьшаться, уметь играться с этими вещами, то есть рассматривать и представлять себе в уме, что будет происходить, если вы меняете схемы, меняете количество резисторов в этих схемах. Ну, с одной стороны, вроде бы не сложно, то, о чем я проговорил, с другой, все-таки не относится к стандартным задачам здесь. Ну, и ответ, могу сразу, как анонс, указать, что это 4 резистора и показать сразу схему, которая здесь нам подойдет, то есть это один взять резистор и его включить последовательно с тремя такими же резисторами, но которые сами по себе соединены параллельно. Ну, для решения таких задач, конечно, неплохо бы иметь просто опыт их решения, тогда у вас идеология подхода будет просто крутиться в голове. Я, когда задание такое видео, конечно, сразу догадался, какой будет здесь ответ, кто такое не решал, ему, конечно, надо будет вручную перебрать разные схемки, посмотреть, что будет получаться, но идея какая? Вот когда вы берете один резистор с сопротивлением 12, его, очевидно, надо взять и с ним соединить что-то последовательно, чтобы добавить к нему еще чуть-чуть, нам же надо в итоге получить 16 кОм. А сколько нужно добавить? Добавить, получается, нужно, ну, несложно увидеть, 4 кОма. Как нам добавить 4 кОма, имея остальные все по 12? Ну, как я сказал, нужно, видимо, сделать параллельное соединение, которое в результате уменьшит общее сопротивление резисторов, причем уменьшить его надо во сколько? Давайте обратим внимание, вот надо уменьшить, давайте так, укажу прямо здесь, в 3 раза. То есть, если мы 12 уменьшим в 3 раза, то мы получим нужные нам 4. Как уменьшить сопротивление в 3 раза? Да просто параллельно соединить 3 одинаковых резистора, вы получите общее сопротивление, вот в данном случае, давайте я укажу, у этих всех трех, которое будет равно сопротивлению 1, ну, поделенное на их количество, на 3. Подумайте, кстати, сами, почему вот можно в данном случае применить такую формулу. Ну, и мы как раз и получим, собственно, 12 деленное на 3, равное 4. Ну, а уже 12 плюс 4, в свою очередь, даст нам то, что нужно. Попробуйте сами перепроверить, почему не подойдет ответ 3 резистора, там как раз немного вариантов цепей, которые можно из них собрать, можно просто вручную пересмотреть, почему это не получится. Но, поскольку для 4 мы возможный вариант показали, ну, то все, ответ 4, это минимальное число. Далее, задача номер 12. Вот как раз последняя фраза, что зависимость сопротивления ламп от их нагрева не учитывать, в принципе, обозначает, что мы можем учитывать, что R у нас равно константы, то есть сопротивление не будет меняться, а меняется, сколько получается значение общего напряжения на лампе. От 200 до 240 вольт. Надо сравнить, во сколько раз изменится мощность. Формулы для мощности тока есть 3 штуки. Давайте, в принципе, все вспомним. Это P равно I2R, равно U2 делить на R и равно Ui. Вопрос, какую выбрать? Ну, по сути, здесь все как раз не тяжело. Нужно выбрать ту, в которой есть данные, о которых идет речь, в которой есть U, и, собственно, вот R, которая не меняется. Если это понятно, то сразу очевидно, что нам больше всего пригодится данная формула. И, по сути, что мы ищем? Мы ищем отношение мощности второй к первой, то есть P2 к P1. Ну, давайте так и напишем. Получается, что новая мощность к старой будет равна отношению двух таких дробей. Напряжение у нас меняется, то есть это будет U2 в квадрате поделить на R, которая не меняется, поэтому я его индекс не ставлю. Ну, и получается умножить на перевернутую дробь для первой мощности, потому что мы на ней делим. То есть R пойдет наверх, которая так и не изменилась, ну, а U1 в квадрате будет внизу. Получается, что сопротивление ламп у нас посокращается, от них ничего не зависит. Мы получим отношение U2 к U1. Давайте я для удобства квадрат вынесу за общие скобки нашей дроби. Ну, собственно, все. Осталось числа подставить. U2 вот у нас новое значение напряжения 240, U1 старое 200. Вот это вся дробь в квадрате. Она сокращается. Все тут делается аккуратно и легко. Мы получаем внутри квадрата число 1,2. И оно у нас будет в квадрате. Ну, а это, собственно, ну, в столбик можно посчитать. Будет равно 1,44. Вот вам ответ G. Задание номер 13. На рисунку схематично изображенную частинку, яка рухается в магнитном поле. Вектор магнитной индукции B напрямленный перпендикулярно допущенный рисунок вид нас. FL вектор силы Лоренса, V вектор швидкости руху частинка. Укажите правильное тверджение. Ну, и, собственно, вот нарисована самая такая стандартная картинка относительно построения силы Лоренса, ну, или других элементов, связанных с силой Лоренса, когда частица заряженная двигается в магнитном поле. Ну, во-первых, я уже ответил на вопрос частично, что частичка обязательно должна быть заряжена, поэтому, очевидно, вариант B нам точно не подойдет. Вопрос, как она должна быть заряжена. Ну, у нас никто не просит выяснить точное значение заряда. Как мы видим, нам вполне подойдет ответ, или что заряжена позитивно или негативно, то есть положительно или отрицательно. Поэтому, по сути, V нам не особо и подходит, но здесь нам говорят, что мы знак не можем определить. Давайте это проверим. На самом деле можем. Ну, я, к сожалению, показать вам не могу, как это делается, поскольку вы сейчас видите экран. Давайте на словах вспомним, как, в общем-то, строится сила Лоренса и все тут остальные элементы. Нужно пользоваться правилом левой руки, которое ставится следующим образом. Если у нас частица заряжена отрицательно, то ставится 4 пальца против направления скорости. Если положительно, 4 пальца вдоль направления скорости. Далее нужно поставить руку так, чтобы в ладонь входили силовые линии поля. То есть, получается, вот они у нас показаны крестиками. Да, давайте я любое обозначу. То есть, надо поставить так, чтобы вам в ладошку как раз бы входило. Крестик обозначает, что вектор магнитной индукции поля идет от нас в рисунок. Ну и, собственно, отогнуть дальше большой палец перпендикулярно к 4 остальным пальцам. Они покажут на силу Лоренса. Здесь надо просто проверить два случая. То есть, либо частица заряжена положительно, либо отрицательно. То есть, сначала поставить 4 пальца вдоль скорости, если она заряжена положительно. Потом 4 пальца против скорости, если у нее знак заряда минус. Вы увидите, что как раз во втором случае у вас все получится, и пальцы как раз укажут на все указанные на рисунке направления правильно. То есть, ответ получается, частичка заряжена негативно. Вот Г. Задание 14. В яком из наведенных выпадков правильно показано напрямок индукционного струма и в мидному кильце, відносно якого рухается постийный магнит. Н – певничный полюс магнита, С – певденный полюс магнита. Напрямок руху магнита показано вертикальную стрелку. Как и предыдущее задание, во-первых, оно касается темы магнетизма, во-вторых, является сугубо устным на понимание правил построения полей, токов индукционных и так далее. Поэтому я опять вам явно показать не смогу, объясню на словах, как это делается. Когда нужно рассуждать о направлении индукционного тока или о чем-то связанном с этим, а это как раз наш случай, вот некоторые направления токов у нас показаны индукционных. Идет речь о правиле Ленца, которое в разных формулировках можно оглашать. Примерно звучит следующим образом, что индукционный ток, возникающий в контуре, всегда будет направлен таким образом, чтобы поле, которое он порождает, мешало изменению внешнего магнитного поля, ну внешнего магнитного потока, давайте так скажем. Это более грамотно. По сути дела, надо пересмотреть, перепробовать все указанные пункты по очереди АБВГ, используя правило Ленца, определить, где все нарисовано правильно. Ну давайте с первого начнем, слева направо и посмотрим, что будет происходить. Вот мы здесь вносим магнит с северным полюсом вниз в кольцо. По правилу Ленца получается, кольцо как бы будет сопротивляться увеличению этого магнитного поля, увеличению его магнитного потока и должна создать собственное магнитное поле так, чтобы оно выталкивало магнит обратно. А чтобы выталкивать магнит обратно, надо сделать сверху, ближе к нему, одноименный полюс магнитного поля, то есть тоже N, собственно, чтобы пытаться вытолкнуть обратно магнит. Если будет сверху у кольца северный полюс магнита, соответственно, снизу будет противоположный южный, дальше по определенному уже собственному магнитному полю кольца надо выяснить, куда направлен должен быть индукционный ток, чтобы создать нарисованное мной поле. Ну а здесь помогает правило правой руки. Оно гласит, что нужно обхватить контур четырьмя пальцами по направлению тока и большой палец покажет на северный полюс в таком случае. Мы все делаем наоборот, мы уже видим полюса, поэтому я беру правую руку, ставлю так, чтобы у меня палец большой показывал вверх, и четыре загнутых пальца, вот так вот в кулак мне покажут, куда направлен ток индукционный. Ну вот если вы все это сейчас сами проделаете правой рукой, то вы и получите вот показанное направление I, то есть вот у нас как раз случай A правильный, ну и сразу можно обвести, что он нам подходит. Ну можете для уверенности проверить все три остальных, что они уже не являются корректными. Задание номер 15. Столево-то деревья носит сильные кульки, однако голого радиуса, підвищене на однаковых, довгих, легких, нерастяжных нитках. Их відводять у бік на однакову новелику відстань и відпускають. Яке з наведених тверджень щодо колывань кулек правильный. Вот это тоже одна из заданий, которая является, ну скажем, тоже не совсем стандартным, такое на понимание физических процессов. Объяснять можно его по-разному, более строго, как, скажем, в школьной программе в базовой не изучается, ну или более поверхностно, чтобы даже при стандартном курсе изучения физики нам было понятно. Давайте вторым способом поступим. Варианты ответов у нас следующие. Давайте сразу избавимся от двух, которые нас точно не устроят. Вот это по сути дела варианты А и Б. В первом сказано, что у стального шарика период колебаний будет больше, во втором, что у деревянного наоборот больше. Давайте вспомним формулу для периода колебаний подобного маятника. В математическом маятнике формула следующая. Это 2π корень из L делить на G, где длина нити G ускорения свободного падения. Сказано, что длина нити одинакова. Давайте вот это укажем, что однако ввиду гиллыхкин и растяжни нытки. Вот эта вся фраза обозначает, что мы можем пользоваться данной формулой для перевода. Ну и они находятся в одинаковом месте на планете, поэтому ускорение свободного падения тоже будет одинаковым. Следовательно, период при прочих равных тоже будет одинаковым. То есть, какой-то из них больше быть не может. Сразу убираем. Остаются два остальных варианта по поводу затухания колебаний. Это уже такой, скажем, вариант ответов не совсем очевидный, потому что затухающие колебания практически не рассматриваются в базовом школьном курсе. Наоборот, говорят о не затухающих колебаниях. Ну, здесь, в принципе, логика уже могла сработать. Смотрите, в чем разница. Сказано, что в первом случае стальной шарик у нас, в общем-то, остановится быстрее, то есть затухают колебания быстрее, а во втором случае деревянный. У нас указано в условии, что шарики одинакового радиуса. Это значит, что масса деревянного при том же радиусе, что и у стального, будет меньше. Иными словами, это значит, что его инерция тоже будет, ну, давайте так даже, не инерция, а инертность будет тоже меньше. Что это обозначает? Это обозначает, что при действии от них и тех же сил у нас этот шарик будет тормозить, собственно говоря, быстрее. Ну, как можно сравнить, не знаю, там, торможение очень тяжелого объекта, скажем, едет поезд, и более легкого, это обычная машина рядышком, с одной и той же скоростью. Естественно, машине останется легче и быстрее, чем поезду, потому что она легче. То же самое касается и здесь. Вот вариант Г нам подходит, и действительно, затухать колебания деревянного шарика у нас будут быстрее. Ну, как видите, такие полу-логические рассуждения. Может, вы найдете какие-то другие объяснения здесь более понятные. Я вот рассуждал подобным образом. И вот у нас правильный вариант ответа, это Г. Следующее задание звучит так. Амплитуда колывань тела на пружине до ревня 0,5 метра. Вызначьте шлях, який прошел цитилу за 5 периодов колывань. Задание, кстати, очень легкое, но, к сожалению, я думаю, что здесь многие ребята допустили ошибку. По одной простой причине, что почему-то не все понимают вообще, что такое амплитуда колебаний. Вот давайте я на этом сразу акцентирую внимание. Вот, скажем, у нас, пускай шарик, ну, некоторое тело колеблется, ну, вот таким образом. Вот его одно крайнее положение, вот другое, а вот среднее положение, это положение равновесия. Пунктиром покажу его, даже вот так вертикальную линию проведу. Пусть оно колеблется на пружине, это не особо важно. Вот тут где-то пружина присоединена, вот так вот. К стенке, допустим, прицеплена, и вот она колеблется туда-сюда, лево-вправо. Дело в том, что почему-то многие люди думают, что амплитуда это вот это расстояние. Это в корне неправильно, амплитуда это все-таки минимальное будет расстояние от положения равновесия, то есть от центрального в данном случае до любого из крайних. Ну, допустим, вот до левого. Вот она амплитуда. Если вы это правильно понимаете, то есть вот как я здесь все-таки нарисовал, то тогда проблем не будет. За одно полное колебание тело двигается как? Давайте вот здесь вот на картинке покажем. Оно двигается вот до положения равновесия. Раз прошло амплитуду. До второго крайнего положения. Два прошло амплитуду. Обратно до положения равновесия. Три прошло амплитуду. И обратно в изначальное положение прошло четыре амплитуды. То есть, получается, за одно полное колебание тело проходит, расстояние имеет путь, равный 4, по сути дела, амплитудам движения. Давайте это сразу обозначим. То есть, как-то L1, путь за одно полное колебание, у нас будет 4 амплитуды. Это сразу можно даже посчитать, потому что вот у нас амплитуда дана, это 0,5 метров, 4 умножить на 0,5, это будет 2 метра. Но учтите, нас просят найти не за одно колебание, давайте обратим внимание, за 5 колебаний, за 5 периодов колебаний, давайте это L5 назову. Ну, это очевидно уже будет 5 путей за одно колебание. Тут все понятно, и надо 5 умножить на найденные 2 метра, и вы получите ответ 10 метров без всяких проблем. И, собственно, вот он правильный ответ А. Кто, как я вначале сказал, думал, что амплитуда это расстояние между двумя крайними положениями, получил вот ответ Б. Я думаю, что таких людей немало. Интересно было бы посмотреть отчет Центра оценивания качества образования по поводу этой ошибки. Я думаю, что процент этих ошибок, ну, скажем так, явно даже больше 10%. Двигаемся дальше. Задание 17 звучит так. Как я вообще поясню и полным вид бытям свитла, ну, или по-русски полным отражением света. Ну, по сути дела, это на знание примеров, значит, практических к теме оптика, к теме геометрической оптики, волновая оптика. И, по сути дела, как раз стандартный пример, где можно наблюдать полное внутреннее отражение света, это распространение света в световоде, в оптическом волокне, можно сказать, другими словами. Ну, сразу даю ответ Г, больше здесь прокомментировать нечего. Вопрос следующий. На рисунку изображен хит светового променя кризь с биральную линзу. Вы, значит, и оптичную силу линзы, и, как еще вид, стань меж линиями ситки на рисунку 2 см. Задание очень простое. Я бы даже начал с того, что вспомнил формулу для оптической силы. Это D большое равно 1 поделить на фокусное расстояние линзы. Теперь обращаемся к рисунку. Мы видим, что линза собирающая. Луч изначально идет параллельно главной оптической оси. Это значит, что по одному из основных свойств линзы потом он пройдет через фокус. То есть, вот он дальше не как попало построено, а конкретно пройдет через действительный фокус линзы. То есть, вот точка, которую я обозначил, это как раз ее фокус. Фокусное расстояние, которое нам нужно по формуле для оптической силы, сразу же стало видно. Это вот 5 клеточек, вот их можно посчитать. И получается, что длина 5 клеточек 5 раз по 2 см, это будет 10 см. Важно не забыть формулу подставить это как раз в Си. То есть, 0,1 м и 1 поделить на 0,1, это будет 10 диоптрий. Ну, собственно, все. Задание легкое, простенькое. Двигаемся дальше. Задача номер 19. Вызначенный энергетичный выход ядерной реакции. Она указана. И еще энергия звездка ядра нуклида-бериллия до ривня и определенному часу, нуклида-лития тоже, и нуклида-дейтерия тоже указана, чему равно. Все в мегаэлектрон-вольтах. Ну и ответ тоже в мегаэлектрон-вольтах. То есть, в Си нам, в принципе, переводить не нужно. В Джоуле или еще во что-нибудь. Задача даже я бы сказал на логику. Те, кто не знают, как работать с ядерными реакциями, и даже не понимают, что такое энергия выхода, тоже могли это, в принципе, запросто решить, если обратить внимание на простую вещь. Значит, у нас к каждому из указанных нуклидов дано определенное число. Давайте прямо в этой реакции над их обозначениями это впишем. Итак, вот энергия связи ядра бериллия. Вот она у нас справа после реакции. Давайте я здесь перепишу. Сказано, что это 56,4 мегаэлектрон-вольта. Нуклида-лития, вот он слева, 39,2. Ну и нуклида-дейтерия, вот он, водород более тяжелый, 2,2 мегаэлектрон-вольт. По поводу нейтрона ничего не сказано, поскольку это элементарная частица, а не ядро, и никакой энергии связи у него нет. Ну, собственно, дальше логика тут достаточно простая и, кстати, абсолютно правильная. Чтобы посчитать энергию связи, нужно сложить, точнее, чтобы посчитать энергетический выход ядерной реакции, нужно поскладывать энергии связи в продуктах реакции, поскладывать то, что входило в реакцию, ну и, в общем-то, то, что получилось на выходе, и вычесть то, что было на входе. Ну, вот давайте где-то это в свободном месте напишу. То есть на выходе мы получаем 56,4 мегаэлектрон-вольта, складывать их не с чем, и вычитаем общую энергию, которая у нас была, значит, на входе в реакцию, это 39,2 плюс 2,2. Ну, в общем-то, если вы это посчитаете, вы получите 15 мегаэлектрон-вольт. Да и все, собственно говоря, вот он наш вариант ответа B. Итак, последнее задание в тестовом уровне под номером 20. Печас дослижение явища радиоактивности методом витхилывания радиоактивных промыни в магнитном поле выявлено, что магнитным полем не витхиляются. Вот принципиально обозначено, что надо указать, что не будет отклоняться магнитным полем. Ну, задание очень простое для тех, кто понимает, что такое альфа-бета-излучение, что такое гамма-излучение. По сути дела, альфа и бета-частицы у нас являются частицами заряженными. Альфа-частица это ядро гелия, оно имеет положительный заряд. Бета-частица это быстрый электрон, он имеет отрицательный заряд. Поскольку указано, что все это должно двигаться в магнитном поле, давайте вспомним, что в магнитном поле на заряженной частице будет действовать сила Лоренца. И если будет у нас угол влета не равен 0 градусов, а произвольный, то в общем случае сила Лоренца будет отклонять эти частицы. То есть получается и альфа, и бета-частицы однозначно отклоняются в магнитном поле. Причем, кстати, в разные стороны, потому что у них разный знак заряда. Что же касается гамма-лучей, гамма-излучение, это уже не частицы, это электромагнитная волна. И по сути дела отклоняться здесь уже нечем. Ну и отсюда сразу виден вариант ответа В, он является здесь правильным. Теперь переходим к заданиям на соответствие. Заданий на соответствие 4 штуки в тесте. Перед вами то, как они оформляются в бланке ответов. На пересечении правильной, как вы думаете, строчки и столбика вы ставите крестик. Если ошиблись, то исправляйте за рисованным прямоугольничком. Нельзя ставить несколько крестиков в одну строчку, что я думаю понятно. Посоветовать по решению таких заданий могу следующее. Очень часто они на знание теории, вплоть от того, что нужно знать формулу, до знания каких-то фактов и явлений, относящихся к физике. То есть в принципе это обычно задания несложные. Если вы где-то не уверены в каком-то соответствии, то попробуйте решить методом исключения. То есть отметить то, что вы уже знаете, посмотреть, что осталось. Ну и уже дальше на логику выбрать наиболее подходящий по вашему мнению ответ. Безусловно, отмечайте ответы на все вопросы, как я в прошлый раз вам тоже рекомендовал. Даже если вы не знаете ответа, всегда есть шанс, что вы угадаете. По оцениванию, одно правильно установленное соответствие, это один сырой тестовый балл. Ну а полностью правильное решенное задание дает вам 4 сырых тестовых балла. То есть не так и мало. Соответствие в 2017 году в принципе легенькие на знание опорных фактов. Ну только одно может вызвать какие-то вопросы. Задание с волной, мы с вами до него дойдем. Итак, задание номер 21. Установить видповидность межялощем и причину еще его изумовлия. Итак, поехали по очереди. Капиллярные ялоща. Ну и из всего, что у нас находится справа, как раз с капиллярными явлениями, я думаю, должно ассоциироваться у всех такое понятие, как сила поверхностного натяжения. Здесь в принципе особых вопросов не должно быть, поэтому 1г без дополнительных комментариев. 2. Вынаклиния архимедовые силы. 3. Стоит знать, что сила архимеда действует из-за того, что в жидкостях и в газах, чем глубже находится точка объекта, тем больше на нее действует давление. То есть простыми словами, вот я могу даже зарисовать, если у вас есть там какой-то кубик плавающий в жидкости, то давление, которое на него оказывает жидкость вот в нижней точке P1, допустим, и верхней, они разные, и в нижней будет больше. Ну, я думаю, все знают, что чем вы глубже ныряете, тем ощущаете большее давление. Это значит, что жидкость снизу давит на объект больше, чем сверху, и мы получаем вот действие архимедовой силы. То же самое верно и в газах. Ну и по сути дела, это значит, что у нас вот второй пункт как раз относится к B. Залежность риска лидены, вид глубины, получается 2B. Далее. Третье. Вынакнание силы пружности. Ну, здесь очевидно, особо комментировать нечего, связано с деформацией тела, появлением силы упругости. Сразу ставлю 3A. И четвертое. Невагомность. Ну, это, я думаю, единственный пункт, который мог вызвать вопросы. И, кстати, я думаю, немалое количество ребят ответило D. D, то есть, залежность силы и тяжения, вид массы тела, потому что, ну, такие ассоциации могут сразу появиться. Невесомость, вес. Вес у всех сразу автоматом одна формула в голове, МЖ. А там все, там есть вроде как масса, значит, вот есть слово подходящее, правильный ответ. Но все не так. Понятие невесомости, собственно, никоим образом как раз не связано с тем, что сила тяжести зависит от массы тела. Но давайте вообще вспомним, во-первых, определение невесомости. Оно звучит так, что невесомость это состояние тела, в котором на него действует только сила тяжести. Вроде бы опять слово сила тяжести звучит, почему же, да неправильно. Но здесь надо понимать вообще, что в невесомости будет происходить. Ну, такой, давайте, простейший пример невесомости. Конечно, все сразу себе представляют орбиту, космонавтов, но в данном случае этот пример будет непростейший, потому что, ну, кто был на орбите, да, и кто-то себе представляет, какие там вещи на самом деле происходят. Давайте представим, что, ну, не знаю, вы катаетесь на качельке и сильно раскатались, и вот в крайних точках буквально отрываетесь от этой качели, и так чуть-чуть, маленький момент времени парите в воздухе. Что при этом происходит? При этом в крайних точках вы зависаете, и качелька тоже, и вы обратно падаете с одинаковым просто ускорением G. Это получается, что вы друг относительно друга будете двигаться с одинаковым ускорением, не будете друг друга касаться, не будет реакции опоры между вами и качелькой, и вы не будете на нее давить, она не будет давить на вас, и вы не будете ощущать просто свой вес. По сути дела, вот это все объясняет, почему в данном случае подходит как раз вот вариант В и, собственно, 4В. Ну, можно привести другой, более радикальный пример, там, допустим, если кто-то находится в лифте, трос который оборвался, надеюсь, тоже никто в такой обстановке не был, но несложно себе представить, что в этом случае объект зависнет практически, скажем, в середине кабины лифта, будет падать с ней одновременно вниз, ну, и тоже вот такое себе объяснение, что и у лифта, и у тела будет одинаковое ускорение свободного падения, они не будут давить друг на друга, и веса, собственно, у тела не будет. Вот такой тоже себе можно представить пример. Так, двигаемся дальше. Вопрос номер 22. Установить видповедность межтыпом процесса, что видбывается с идеальным газом певной массы, характером претворения энергии, яка видповедает всему процессу. Ну, собственно говоря, речь идет у нас о идеальном газе, о том, что будет происходить с изменениями его энергии, это напрямую связано с первым законом термодинамики, поэтому можно прямо с него начать, вот в общем его указать, что количество теплоты, которое получает газ, в общем случае, расходуется им на совершение работы, на изменение им внутренней энергии, а дальше надо просто вспоминать, что будет происходить в отдельных частных случаях процесса. Ну, давайте смотреть. В изотермическом процессе не происходит изменения температуры, это обозначает, что нет изменения внутренней энергии, то есть дельта У в этом случае будет равняться нулю, а это как раз и приводит к тому, что формула будет выглядеть как Ку равно А. Давайте это вот тут прям припишем. То есть в пункте 1 вот такой вид первого закона, словами это будет обозначать, что все количество теплоты, переданное газу, будет расходоваться только на совершение им работы, это вот в случае Г, давайте я сразу вычеркну и вот 1Г отмечу. Так, 1Г. Двигаемся дальше. Адиабатный процесс. Это тот процесс, в котором нет теплообмена с окружающей средой, то есть сразу обозначается, что Ку равно нулю, и запись будет выглядеть у нас каким образом, ну допустим, что 0 будет равняться А плюс дельта У, ну или можно в другую сторону перенести, или А, или дельта У. Какой пункт у нас под это подходит? Вот как раз пункт В, что 5 час расширения газа в теплоизолеванные посуды не видбывает в его охлоджении. Во-первых, здесь вот сразу подсказка принципиальная, это теплоизолированный сосуд, который обозначает, что и нет теплообмена с окружающей средой, вот другими словами к уровну нулю. Ну и, собственно, остальные слова тоже утверждают, что все мы выбрали правильно. Если газ будет расширяться, то его работа будет увеличиваться. Вот давайте я это где-то здесь перепишу. А будет положительно, давайте так скажем. То есть при расширении А положительно. Вот плюсик давайте тут подпишем. Соответственно, если А будет положительно, оно должно складываться с дельта У каким? Ну отрицательным, чтобы 0 получился. То есть у дельта У будет знак минуса. Давайте их так в кружочке пообводим. То есть это получается, что изменение внутренней энергии должно быть при расширении газа отрицательным. А что такое отрицательное изменение внутренней энергии? Это охлаждение. Вот все, как здесь правильно указано. То есть 2 мы получаем В. Двигаемся дальше. 3. Захорный процесс. В нем нет у нас изменения объема. Объем равен константии. Это приводит к тому, что газ не выполняет работы, и работа равна нулю. Ну и, собственно, первый закон термодинамики тоже тут упрощается и получает вид, что Ку равно дельта У. То есть все количество теплоты, которое получит газ, будет расходоваться именно на изменение внутренней энергии. Ну и, собственно, дальше уже на изменение температуры. Ну вот как раз А у нас полностью описывает то, что я сказал. Ставим, значит, 3А. Ну и последний изобарный процесс. В нем давление равно константии. Но это, к сожалению, не приводит к обнулению какой-то из термодинамических величин, указанных здесь, ни Ку, ни А, ни дельта У. То есть первый закон термодинамики просто останется в общем виде. И получается, что Ку будет равно А плюс дельта У. А с Лами это значит, что количество теплоты, которое получает газ, частично расходуется на работу, частично на изменение внутренней энергии. Ну как раз, что, собственно, вот и указано здесь в пункте Б. Тут о работе ни слова, но раз у нас частично тепло расходуется на внутреннюю энергию, значит, остальная часть расходуется на работу. Больше идти ваться некуда. Ну и, собственно, мы получаем 4Б. Двигаемся далее. Вопрос номер 23. Установить в видповедность межвильным иносеям электричных зарядов, что забеспечивает проходжение струмов в средовище и в видповедным средовищем. Ну, пожалуй, тут, наверное, этот вопрос вообще самый легкий, в том плане, что тут и рассуждать не о чем. Вы либо знаете, какие носители заряда в данном элементе, либо не знаете. Все. Поэтому я просто ставлю правильный ответ, и особо комментировать здесь нечего. Свободный электрон у нас является носителями заряда в металлах, поэтому один у нас будет В. Позитивные и негативные ионы у нас будут являться носителями заряда в электролите, поэтому 2 будет В. Электроны, положительные и отрицательные ионы, являются носителями заряда в газах, поэтому 3А. Ну и, собственно говоря, дырки и свободные электроны в полупроводниках, поэтому у нас 4 будет В. Все. Комментариев здесь никаких нет. Это просто факт, на которые при подготовке стоит обращать внимание. Если вы это знали, вы все правильно бы ответили. Переходим к заданию номер 24. Это вот то единственное задание в соответствии, о котором я говорил, что с ним могут возникнуть какие-то трудности. Тут надо уже действительно чуть-чуть подумать. Давайте посмотрим, в чем здесь дело. Итак, условия. Попыречная хвыля поширить вздох натягнутого шнура, до весь рисунок. Установить видповидность меж характеристикам и руху точек на шнуре, это точками, позначенными на шнуре буквами. Значит, у нас действительно показана волна, образованная шнуром, который, видимо, дернули за краешек. Эта волна, кстати, поперечная. Давайте сразу на этом акцентируем внимание. То есть направление колебаний точек этой волны перпендикулярно к направлению ее движения. Движение вот нам показано вправо. И, собственно, что нам надо проанализировать. Давайте обратим внимание, что в вариантах соответствий у нас присутствуют два принципиальных понятия. Надо анализировать, куда будут направлены скорости обозначенных точек и куда будет направлено их ускорение. Как раз формулировка в плане направления скорости более-менее стандартная. Задача такая встречается во многих сборниках. И тут, в общем-то, есть достаточно простой подход. Я вам его сейчас продемонстрирую. Что касается ускорения, тут уже чуть-чуть посложнее. Такой вопрос более редкий. Поэтому это, видимо, могло вызвать сложности. Ну, давайте посмотрим, как я предлагаю это решать. Значит, я предлагаю такой способ. Нам показано, куда двигается волна. Вот вправо. Давайте перерисуем, где она кажется, когда она чуть-чуть вправо сместится. То есть, я сейчас просто возьму и нарисую, где волна окажется через небольшой промежуток времени, когда она чуть-чуть проедет, передвинется вправо. Ну, чтобы более-менее попытаться тут аккуратно нарисовать, я рекомендую выбрать на старой этой волне, которая сейчас показана на картинке, принципиальные точки для ее построения. То есть, вот лежащие на положении равновесия, оно показано пунктиром, и вот в крайних положениях. Да, вот пики, получается, волны, и положение, где колебания точки проходит положение равновесия. То есть, я беру и отступаю везде чуть-чуть вправо. То есть, эта точка вот сюда переместится вправо. Это сюда. Это сюда. Ну, и так далее. Да, вот там крайние положения смещаю. Положение равновесия. Я вот все перерисовываю. И сейчас я, собственно, буду пробовать через новые вот эти вот точки построить волну. Ну, давайте рисовать. Художники, они идеальны. Ну, вот пытаюсь как-то более-менее аккуратно это делать. На листике это более удобно, чем на планшете. Ну, ничего страшного. Как-то вот подобным образом будет выглядеть происходящее. То есть, вот я красным нарисовал, как более-менее волна будет выглядеть через какой-то небольшой промежуток времени. На что теперь надо обратить внимание. Что все указанные точки, о которых идет речь, они же колеблются на этой волне. Причем колеблются в направлении перпендикулярном к направлению распространения волны. Как я уже сказал, волна это поперечная, это и есть ее определение. То есть, вот сюда у нас двигается волна, а колебания точек, получается, ну, вот, собственно, будут направлены таким образом. То есть, все будут они двигаться или вверх, или вниз. Получается, что? Ну, вот, допустим, на примере точки А. Вот она находилась здесь. Дальше волна в новом месте у нас находится, значит, смещенная вправо, но точка А могла только вверх-вниз двигаться. Но, чтобы оказаться в новом положении, вот она вниз должна была в сторону того, где окажется волна сдвинуться. Вот ее скорость В будет направлена сюда. У точки В из этих же рассуждений получается вверх. У точки В, кстати, тоже. У точки Г, ну, здесь плохо видно, но, тем не менее, видно, что она чуть-чуть выше нового положения волны, поэтому вниз должна сместиться. Я, давайте, даже еще ниже нарисую, чтобы было видно. Д, получается, вверх. Все. То есть, в плане скоростей тут проблем нет. Как же рассуждать об ускорениях? Ну, я предлагаю сделать следующим образом. Чтобы понимать, куда направлено ускорение, надо понимать, как меняется скорость. То есть, разгоняется данная точка, либо тормозит, увеличивается ли скорость или уменьшается, другими словами. Для этого нужно понимать, где в гармонических колебаниях, какие значения скоростей. Это полезный факт. Рекомендую его запомнить, что находясь в крайних положениях, вот в верхних, в пиковых и в нижних, скорости точек равны нулю. То есть, там, скажем так, временно колебания останавливаются на мгновение. А наоборот, положение равновесия, вот здесь на пунктирной линии, скорость, наоборот, имеет свое максимальное значение. То есть, объект разгоняется до этой линии. Вот давайте я специально вот сюда влево, даже вынесу, продлю, вот, значит, линию пунктира, показывающую положение равновесия точек, и покажу, что здесь у нас скорость максимальная, на ВН. И даже вот так вот пунктиром вынесу примерно положение, получается, крайних отклонений, что верхнего, что нижнего, это не важно, что в этих случаях как раз скорости будут равны нулю. То есть, получается, что точки, двигаясь от края к середине, разгоняются, и наоборот, от середины к краю тормозят. Вот понимая это, мы сейчас уже несложно сможем нарисовать, куда направлены ускорения. Ну, поехали. Вот точка двигается, получается, сверху вниз, конкретно от нулевого значения скорости к максимальному, то есть она разгоняется, вектор ускорения направлен туда же, куда и скорость, вот, получается, собственно, вот сюда у нас направлено А, туда же, куда и вектор скорости. Вот, ну, давайте, я один раз покажу, что это векторное значение, дальше подписывать не буду. Точка В движется от положения равновесия, то есть, где скорость максимальная, к крайнему положению, то есть, от максимума к нулю, и получается, что тормозит, Следовательно, здесь ускорение будет против скорости направлено, они в разные стороны. Точка В движется от крайнего положения к равновесию, то есть от нуля к максимуму, соответственно, разгоняется, значит, ускорение туда же, куда скорость. Давайте перерисую, что тут в одну сторону они направлены. Точка Г движется от положения равновесия к крайнему, то есть от максимальной скорости к нулевой, следовательно, тормозит, значит, ускорение направлено против скорости, вот тоже это показываем. Ну и точка D движется от положения равновесия к крайнему, то есть от максимума скорости до нуля, следовательно, тормозит, и здесь ускорение против скорости направлено, тоже это показываем. Все, это основная работа проделана, теперь осталось просто выбрать, какие варианты ответа нам подходят. Итак, в первом случае, скорость у нас должна быть направлена вниз, ускорение вверх. Так, ищем, где такое происходит. Ну, собственно, вот у нас в G как раз подобный случай, и давайте его обозначать уже в таблице соответствия. Так, один G. Дальше, второе. Скорость и ускорение направлены вверх, сказано. Ну, вот я вижу, что это у нас верно будет для точки V. Вот, вверх оба вектора направлены, значит, 2V. Далее, третье. Скорость и ускорение у нас направлены вниз. Ну, вот это у нас в пункте А как раз происходит, поэтому 3А. И четвертый пункт. Скорость направлена вверх, ускорение вниз. Давайте искать, где это. Ну, вот, вижу это в пункте D, то есть 4D. Ну, собственно, вот такое вот задание. Мы больше всего на него потратили время, если с другими соответствиями сравнивать. И я думаю, что здесь, да, уже у многих ребят были трудности, если сравнивать с решением заданий предыдущих. Ну, и давайте рассмотрим задание с коротким ответом. Задание с коротким ответом 10 штук в тесте. Выглядят они в бланке ответов так, как вы можете их видеть перед собой. Обязательно, когда будете заполнять бланк, внимательно почитайте правила записи чисел, как они пишутся относительно запятой. В принципе, это вот уже в примере на нашем слайде можно увидеть. Обратите внимание, что единицы измерения величин не вписываются в ответах. То есть, чтобы там у вас не было в клеточках никаких метров, килограммов и так далее. Только числа. Ну, и безусловно, они пишутся только в виде десятичной дроби. То есть, если у вас ответ получился в стиле 1,2, то ясно, что вы досчитываете, что это 0,5 и вписываете их уже в таком виде. Что касается советов по решению, то единственный и неповторимый совет здесь, ну и кстати, он в принципе всего теста касается, это обязательно старайтесь вести расчеты по конечной формуле. То есть, не делайте по действиям, выводите в общем виде с использованием обозначений, то есть букву, конечную формулу, в нее уже подставляйте числа. Обычно числа подобраны в условии таким образом, что они в конце, как раз в конечной формуле, аккуратно посокращаются, посчитаются. Вы получите красивый точный ответ. Если вы будете делать по действиям, вы рискуете получить какие-то округления в ходе решения, которые вам дадут не совсем тот ответ, который нужен. А если вы ошибетесь даже условно на одну тысячную в своем ответе, то вы получите 0 баллов. Безусловно, и тут старайтесь отмечать все ответы, даже если вы в них не уверены. Конечно, здесь угадать будет сложнее, однако известны случаи, когда ребята угадывали даже числа. Тем более, всегда попытайтесь включить свою логику. Если у вас не получилось дорешать до конца, вопрос звучит, ну к примеру, найдите силу тока в электрической цепи, то она вряд ли будет, скажем, 1000 А, значение должно быть небольшим. Аналогичный совет, если вас просят найти массу автомобиля, допустим, она должна быть порядка 1-2 тонны. То есть, всегда примерно даже можно прикинуть, какое число может быть. Вдруг вам здесь повезет. Ну, конечно же, лучше все решать правильно и знать, как она делается. Что касается оценивания, то в задачах с типом, структурированным, каждое правильное задание, каждый правильный ответ в подпунктах равен 1 сырому тестовому баллу. Подпунктов в заданиях такого типа 2, то есть, если вы их решите правильно, получите по 2 балла за каждое. Ну и, собственно, в обычном задании с коротким ответом просто идет 2 сырых тестовых балла, если вы его решили правильно. Итак, задание третьего уровня с так называемым коротким ответом. Условие задачи номер 25. Электричный насос подает воду с колодязя за глубочие 10 метров, споживая от мережи потужность 400 Вт. Протягом 5 хвилин насос подает воду объемом 600 литров. Уважаете, что при скорине видного падения становится 10, густая вода – 1000. Ну и два, собственно, вопроса у нас есть. Значит, давайте перед этим запишем, как мы обозначим наши величины. То есть, по сути, сформулируем стандартное дано. Вот здесь я слева в свободном месте это сделаю. Так, что у нас есть? У нас есть глубина колодца стандартная, ее обозначаем, аж 10 метров. У нас есть мощность некоторого насоса P – 400 Вт. Слабоватый насос, если честно. Значит, время 5 минут T. Давайте я сразу себе позволю это в секунды перевести. Это будет 300 секунд. Подает он воду объемом 600 литров. Значит, объем у нас 600 литров. Здесь тоже давайте все переведу. Я специально написал отдельно в литрах, потому что тут часто возникают у ребят трудности при переводе в метры кубические. Значит, литров в метре кубическом – 1000. То есть, 1 литр – это 0,001 метра кубического. Соответственно, 600 литров у нас будет. Это 0,6 метров кубических. Ну и, собственно, G и плотность я уже сюда не пишу. Все, в принципе, понятно. Значит, и что у нас просят? Ну, в первом пункте давайте с него начнем. Вы, значит, и корыстную работу, и кубыконный насос противом 5-х валын. Вот, которые у нас и указаны. То есть, наши 300 секунд. То есть, по сути, в первом пункте нам нужно найти полезную работу. Давайте АП ее обозначим. Значит, нашего насоса. Ну, ответ надо указать в килоджоулях. На это тоже давайте обратим внимание. Ну, поехали. Значит, что в данном случае будет полезная работа? Полезная работа – это та работа, которую механизм обязан выполнять по своему предназначению. Насос в данном случае обязан что делать? Поднимать воду, значит, колоться на какую-то высоту. То есть, по сути, поднимать какое-то тело. Это, получается, у нас будет работа по преодолению силы тяжести. И, собственно, чтобы ее найти, нужно умножить массу объекта, то есть воды, на G и на H. Вполне себе, я думаю, понятная всем и несложная формула. То есть, в данном случае у нас полезная работа MGH. Ну, если вам нравится, можно это назвать как изменение потенциальной энергии еще по-другому этой воды. Значит, и смотрим, что у нас есть. G и H есть, массы формально нету, но у нас есть плотность воды и ее объем. Масса легко расписывается как плотность, умноженная на объем, ровая. Ну, на GH получается. Ну, и все, осталось подставить числа. Плотность у нас по условию 1000, объем 0,6, G10. Глубина, то есть высота подъема другими словами у нас 10. Ну, собственно говоря, все. Перемножая все эти числа, мы получаем ответ 60 000 джоулей. Достаточно легко все это считается. И опять-таки, вот обращая внимание, в чем ответ, это будет 60 кг джоулей. Потому что приставочка кило обозначает 1000. Ну, собственно, все. Такая несложная, более-менее подарочная задача. Значит, подпункт номер 2. Что нас просят в нем? Вызначенный коэффициент курисной идеи ККД насоса. Ответ надо указать в процентах, вот как указано. Это важное примечание, потому что, в принципе, еще можно в долях писать все процентные соотношения. Допустим, 50% можно писать как 0,5. Здесь нас просят такую стандартную школьную форму записи в процентах. Ну, если где-то в задаче идет речь о КПД, всегда рекомендую начинать решение просто с формулы для КПД. Причем вне зависимости просят вас искать его или нет. Дальше вы можете выразить то, что нужно. Ну, а здесь это вообще понятно. КПД мы ищем. Итак, это, которое обозначает КПД, у нас отношение полезной работы к затраченной реально. Ну, поскольку мы работаем в процентах по условию, то еще это все дело умножить на 100%. Значит, с полезной работой мы с вами, кстати, в предыдущем пункте разобрались. Вот она у нас уже найдена. Что касается затраченной работы. Значит, с ней я рекомендую поступать следующим образом. Есть два, в принципе, стандартных подхода, как ее выражать. Это либо понять, что реально делает объект для того, чтобы потом выполнить полезную работу. Такой, мне кажется, подход чуть посложнее. Либо такой подход в лоб, скажем так, это сформировать формулу для работы из остатков данных в условии, которые не использованы. Вот в данном случае, мне кажется, это более оптимальный случай, хоть не совсем такой, скажем, физический, да, но тем не менее приводящий к результату. А что у нас осталось неиспользовано? Мы еще не использовали вот мощность и время работы насоса. Это, по-моему, отличная подсказка, потому что, зная мощность и время, их несложно связать с формулой для работы. Конкретно понять, что это уже работа будет затраченная. Ну и, собственно, работа это у нас мощность, то есть, умножить на время, на t. Ну, давайте я в скобочках укажу формулу, откуда это берется. Это формула определения мощности, что мощность равно работа поделить на время. Ну, собственно, все. Значит, наша формула, получается, приобретает такой вид. Это уже найденная нами полезная работа. Пересчитывать мы ее, естественно, не будем. Поделить на pt. Это все дело умножить на 100%. Ну, дальше числа. Здесь мы подставляем 60 тысяч все-таки, да, в c. Что мы писали, ответ в килоджолях здесь не важно. Обязательно в системе интернационал все идет. Ну, а внизу 400 ватт, это c умножить на 300 секунд, тоже c. Тут все хорошо, значит, умножить на 100%. Числа все несложно сокращаются, я не буду тратить на это время. Перепроверяйте меня, ответ вполне красивый, аккуратный, 50% получается. И давайте его запишем. Итак, задача номер 26. Похожего типа, структурированная из двух подпунктов. Око люди несприймае свитло довжиною хвиле 0,55 мкм за умови, что свитло, якое щосекунды потрапляет на сетки в клоок, а несе энергии не меньше за 2,16, помножено на 10 в минус 17 степени джоулів. Уважать еще элементарный заряд, становить, ну и мировая константа, вам известная, указана величина элементарного заряда. Так, тоже давайте оформлять дано, чтобы у нас было перед глазами те величины, которыми мы можем пользоваться. Значит, нам известна длина волны излучения, о которой идет речь. Это у нас лямбда получается 0,55 мкм, я тут сразу перевожу в си, то есть умножая на 10 в минус 6 степени метров, это приставочка у нас вот микро. Далее, вот слово, на которое можно не обратить внимания, тем не менее это тоже данное. Вот щосекунда, которая обозначает, что каждую секунду что-то происходит, это по сути время равное 1 секунде, обращайте внимание на такие словесные данные. Значит, и дальше нам сказано, что глаз чувствует энергию излучения не меньше вот этого страшного числа, которое написано, давайте как-то как е, не знаю, нулевое обозначим, 2,16 на 10 в минус 17 степени джоулей, тут все в си, поэтому все хорошо. Ну и, собственно, элементарный заряд, е я даже не указываю, давайте вот здесь вот подпишу, от слова элементарий мы его обозначим, вот у нас есть. Значит так, что от нас просят в пункте номер 1? От нас просят выяснить, чему до ривня энергия фотона, и, как вид повидает, сида уже не хвыли, уже это еще стала планка, шутки свитла и так далее, нам все известно, эти мировые константы, и ответ просят указать в электрон-вольтах, то есть обязательно еще в конце значение энергии, которое мы получим в си, естественно, в джоулях, надо не забыть перевести в электрон-вольтах. Ну, поехали. Нам надо найти энергию фотона, отвечающей этой длине волны, вообще вопрос элементарный, это простейшая формула из квантовой физики, наверное, самая первая, которую учат. Собственно, энергия фотона, энергия кванта, фотона излучения равна hν, то есть постоянная планка на частоту излучения. Частоты у нас нет в условии, но из длина волны легко выражается из нее частота, по сути дела, как скорость света в вакууме, поделить как раз на длину волны. Ну и все, все эти данные у нас есть, просто давайте их запишем, то есть постоянная планка, вот она, записанная в си, тут все красиво, умножить на скорость света в вакууме, тоже вот у нас значение, 3 на 10 восьмой, тоже в си, и в знаменателе у нас находится лямбда, тоже вот давайте я обозначу, это 0,55 на 10 в степени минус 6. Все, тут тоже числа аккуратно подобраны, вот обратите внимание, 55, 6,6 сокращается на 11, все это пытайтесь делать, и собственно говоря, мы с вами получим после расчетов определенный несложный результат, это у нас будет 3,6 умножить на 10 в минус 19 степени, но это у нас еще пока что джоули, давайте обратим внимание. Я даже думаю, что кто-то, наверное, так и сделал, запись ответа 3,6, кто не был внимателен, но все-таки переведем в электрон вольт, и для этого нам нужно поделить результат на заряд электрона, вот он нам не зря дан, это метод перевода в электрон вольт, и давайте это прямо вот как-то здесь зафиксируем, то есть мы делим на 1,6 на 10 в минус 19, и уже получим ответ тогда в электрон вольтах. Кстати, вот степени десяток красиво и уйдут, и после этого деления мы получим ответ 2,25, ну, собственно говоря, вот электрон вольта. То, что от нас и требовалось, ну и давайте этот ответ сюда зафиксируем. Итак, пункт 2, в нем нас просят следующее. Вы, значит, минимальную килькись фотонев, веки мать еще секунды потрапляты на сетки в кулоках, еще блока люды нас приимала светло. То есть вопрос в том, что если вам попадает в глаз один фотон излучения электромагнитного света, то его энергии недостаточно, чтобы глаз его почувствовал. Видимо, нужно определенное количество фотонов минимальное, чтобы глаз все-таки ощутил эту определенную минимальную энергию. Мы знаем, какая это минимальная энергия, вот она своеобразная чувствительность глаза. Дальше, чтобы найти, сколько фотонов нужно, давайте просто используем простейшую логику. У нас вот в этой минимальной энергии, которую чувствует глаз, содержится энергия какого-то количества фотонов, а энергию одного фотона мы уже нашли. Вот она Е, вот я ее двумя чертами подчеркнул. Соответственно, надо поделить энергию какого-то количества фотонов на энергию одного, и мы получим сколько их штук. Тут, в общем, такая простая житейская логика. Количество штук давайте стандартно буквой Н обозначим. И, собственно, вот чувствительность глаза, то есть вот эту общую энергию какого-то количества фотонов, мы поделим на энергию одного. Ну и все, собственно говоря. Значение чувствительности глаза у нас в условии есть. Вот он 2,16 умножить на 10 в степени минус 17. Это джоули, напоминаю. И поделить. И тут вот, смотрите, нельзя допустить ошибку и поставить 2,25 электронвольта, потому что это же уже не Си. Расчеты все у нас в Си должны происходить. Поэтому мы вот этот предыдущий промежуточный, вот он, результат должны использовать в джоулях. И поделить на 3,6 умножить на 10 в минус 19 степени. Ну, собственно говоря, после различных сокращений и подсчетов мы получим результат 60. Это ни в чем не измеряется, в штуках. Ну и, собственно говоря, вот его можем указать здесь в ответе. Как видите, достаточно небольшое количество фотонов нужно, чтобы глаз человека ощутил свет. То есть он достаточно такой себе чувствительный орган. Двигаемся дальше. Задача номер 27. Аэростат массой от 205-10 килограммов, почав опускаться с прискорением 0,2 метра на секунду в квадрате. Визначьте массу балласту. То есть, давайте, кто не знает слово балласт, другими словами, это отдельный специальный груз, который цепляется к объекту, чтобы его утяжелить. Який потребно скинути за борт, чтобы аэростат почав рухаться в гору с таким самым прискорением. То есть, ну, не вниз, как раньше, а теперь уже вверх, но с таким же ускорением. Опер по витрянной враховой, это уважает еще прискорение вильного падения, до ривни, до витсилых, 0,8 метра на секунду в квадрате. И указано, что ответ нам надо указать в килограммах, то есть в Си, поэтому здесь особо морочиться с переводом, величин нам не нужно. Ну, как обычно, начинаем мы с дано. Но, что мы знаем, массу аэростата, давайте просто я ему ее назову, значит, это у нас будет 250 килограмм, это все в Си. Мы знаем ускорение, с которым он и опускался, а потом будет и подниматься, оно одинаковое сказано, тоже в Си, 0,2 метра в секунду в квадрате. Ну, собственно, все, данных больше нет, Ж писать не буду. Значит, и отчерчивая это дело, что мы ищем, давайте укажем. Получается, мы ищем массу балласта, вот давайте подчеркну. То есть, это получается то изменение массы, на которое уменьшится масса аэростата, после того, как мы этот балласт сбросим. Ну, раз масса уменьшится на какое-то число, вот удобно массу балласта как дельта М обозначить сразу, то есть, как изменение массы аэростата получается. Ну, собственно говоря, важно понять, какого стиля задача, то есть, на какую тему речь идет об ускорениях, идет о том, что была какая-то одна масса, потом другая. Это все намеки на связь сил, в частности, вот о силе тяжести уже идет речь, раз есть какая-то масса объекта, тем более, которая меняется с ускорением. Это очевидный намек на использование второго закона Ньютона. Тем более, нужно понимать, что тот же аэростат или там воздушный шар, допустим, они могут держаться в воздухе, подниматься в воздухе, благодаря как раз действию именно силы Архимеда со стороны окружающего воздуха на них. Это тот конкретный случай, когда вот именно сила Архимеда в газах не пренебрегается, имеет приличное значение и помогает, собственно, держаться на плаву в воздухе некоторым объектам. Речь идет о двух случаях, то есть до того, как скинули балласт и после, поэтому я давайте сделаю два рисунка, обозначу на них силы и, по сути, мы будем решать. Итак, рисунок номер один у нас, вот наш пусть аэростат, как я сказал, он благодаря силе Архимеда, в общем-то, как-то более-менее держится в воздухе, но, тем не менее, нам все равно сказано, что он опускается вниз с каким-то ускорением, но не таким и большим. Ну и, собственно, очевидно, почему это происходит, потому что, видимо, его сила тяжести перевешивает действующую силу Архимеда. Ну а в случае два, что у нас происходит? Да практически все то же самое, сила Архимеда не меняется. Давайте сразу поймем, почему. Потому что она зависит только от плотности окружающей среды, то есть плотности воздуха. Она не изменилась от объема шара, ну, в общем, этого объекта, аэростата, тоже нет ни слова о том, что он меняется. Да и все, поэтому она такая же. А вот он стал легче по условиям, и скинули балласт, то есть сила тяжести, действующая на него, уменьшилась. И поэтому новая масса у нас будет М минус Дельта М получается. И все это вместе умножается на Ж, и дает нам силу тяжести. Ну и теперь он по условию, с тем же ускорением А, но уже теперь поднимается вверх. Все, вот такая вот вторая картинка. Ну, в общем-то, надо выписать второй закон Ньютона для обоих случаев, и я думаю, что все станет понятно. Давайте я даже пропущу здесь векторные записи. Они тут, пожалуй, лишние. Тут в числах, в скалярных, за записях все сделать сразу не проблема. Поэтому я просто нарисую проекционные оси. Здесь ось Y, на которую я буду делать проекции, удобно вниз направить, то есть куда было направлено ускорение. А здесь вверх, тоже куда по-новому направлено ускорение. Ну, поехали. В чекпункте 1 проекция на оси Y будет у нас выглядеть каким образом? Сила тяжести вдоль, значит, этой оси, поэтому она положительна, сила Архимеда против. Ну и, собственно говоря, все это равно масса аэростата умножить на его ускорение. Все, добавить тут больше нечего. Очевидно, дельта М, которую мы ищем, мы сразу не найдем из этой записи, поэтому пока так все оставляем, мы переходим к случаю номер 2. Там уже как-то речь об оласти начинает идти. Здесь проекция уже на оси Y направленную в другую сторону выглядит как? Теперь уже сила Архимеда у нас имеет проекцию положительную, она в ту же сторону, что и ось направлена, а сила тяжести отрицательная, она направлена противоположно, и здесь вот уже у нас сила тяжести выглядит как разность масс аэростата и балласта, то есть М минус дельта М умножить на Ж. И тут важно не написать справа бездумно МА. Настолько часто во втором законе Ньютона вот справа не особо вдумывается, к какой массе идет речь, что так и пишут. Дело в том, что теперь-то уже у тела масса не просто М, а М минус дельта М, поэтому здесь очень важно тоже написать, что все-таки вот она его полная масса, и это уже умножить на ускорение. Вот тогда никакой ошибки не будет. По сути, что мы получили? Мы только что получили систему уравнений, физическая часть на этом окончена, дальше алгебра в чистом виде у нас идет. Нам эту систему нужно решить, чтобы найти дельта М. Ну вот давайте я подчеркну, оно во втором уравнении находится. Отдельно второго уравнения нам не хватит, потому что в нем есть неизвестные значения, ну вот в частности, допустим, сила Архимеда. Я предлагаю это решать сложением двух уравнений. Обратите внимание, в первом уравнении сила Архимеда со знаком минус, во втором она положительна, когда мы сложим левые части уравнения, она просто уйдет. Можете и методом подстановки сделать, как вам нравится, это не важно. Вот сразу, когда складываем, я прямо тут себе позволю взаимоуничтожить силу Архимеда. У нас останется МЖ минус, вот это вот такая, больше МЖ, давайте это сразу писать. Чит МЖ минус, и тут я сразу себе позволю открывать скобки, минус МЖ, дальше минус на минус даст плюс, то есть плюс дельта МЖ равно, тут тоже складываем, МА от первого уравнения, от второго плюс получается МА и минус дельта МА. Значит, тут давайте обратим внимание, что слева МЖ у нас посокращалась, справа вот, собственно, вот эта вот сумма нам даст 2 МА, что нам надо искать? Дельта М. Оно пока с двух сторон, это стандартное линейное уравнение, в одну сторону перенесем, ну давайте влево, вот я минус дельта МА перенесу, оно станет с плюсом, и дельта М сразу вынесу, следите за мной, я стараюсь не спешить, у нас останется вот от этого слагаемого Ж, от второго плюс А, напоминаю, потому что я перенес, и знак от минуса на плюс поменялся, ну справа, как я сказал, вот у нас сложатся эти два слагаемых, будет 2 МА. Ну, собственно, все, отсюда следует, что изменение массы, она же масса балласта, которую мы ищем, будет у нас что? 2 МА поделить на Ж+. Все эти величины у нас есть, осталось подставить числа, 2, масса у нас 250, ускорение 0,2, внизу Ж+, это 9,8, нам сказано, что Ж по условию плюс 0,2, кстати, будьте очень внимательны, потому что можно было автоматом не 9,8, а 10 подставить, очень часто, когда решают в школе задачки, Ж округляют до 10, тут все-таки вот такое, да, более точное значение нам дано, и тут все, кстати, красиво сложится, в знаменателе 10 получится, ну и, собственно, в результате расчетов мы получим вполне себе такое, несложное число, как раз вот 10 у нас в итоге выйдет килограмм, пересчитывайте, это результат сразу нам подходящий, килограмм и все, как от нас и требуют, ну и, собственно, вот ответ 10 я вписываю. Итак, задача следующая, под номером 28. После того, яку герметично закрытый баллон, объемом 0,5 метров кубичных, поставил я в открытую посуду над водой, из нее выпарывалась вода массой 6 грамм. Вызначьте початковое значение видностной влогости повитра в баллоне и еще ростына насыщенной водяной пары до ривня 20 грамм на метр кубичный. Температуру повитра обожайте неизменную. Видповедь запущите у витсотка. Ну, то есть, кстати, стандартно, как и просят обычно, измерять относительную влажность. Тоже давайте начнем с данным, потом будем разбираться, что тут у нас происходит. Итак, у нас есть объем сосуда, в котором все происходит. Это 0,5 метра кубических. Все-все-все красиво. Значит, у нас испарилось из воды, которая была в сосуде, 6 грамм. Давайте это обозначим как дельта М, то есть, это изменение массы воды получается. То, насколько она стала легче, или то, сколько воды добавилось в водяной пар, в воздух. Поэтому так вот тут грамотнее было бы написать. Я себе позволю, не переводить здесь граммы в килограммы, поскольку я вот обращаю внимание, что дальше тоже в граммах на метры кубически обозначена плотность насыщенного пара, и в ходе решения все согласуется. Ну, кто хочет решать более строго, переводите в С, тоже все будет правильно, но только число будет менее приятное. Значит, нам дана плотность насыщенного пара, которая в идеале является табличной величиной, но табличек у нас здесь нет, поэтому ее дают в условии. Значит, 20 грамм на метр кубический. Ну, и, собственно, все. Надо написать, давайте обратим внимание, вот начальное нам надо найти значение относительной влажности воздуха в баллоне. То есть, до того, как у нас все это дело начало испаряться. Раз начальное, я так сразу и пишу, что мы вот феодин ищем. Я даже, обратите внимание, специально оставил тут чуть-чуть места, потому что у нас, оказывается, еще есть данные, мы их просто пока сами не видим. Дело в чем? Важно понять смысл задачи, то есть того, что в ней происходит. Ситуация следующая. Нам говорят, что мы поставили вот открытый сосуд с водой, из него почему-то испарилось ровно 6 грамм, а не больше, не 10 и так далее. И не говорят, что дальше перестало испаряться. В принципе, я бы, наверное, уточнил в условии, что все-таки прошло очень большое количество времени, чтобы было понятно, что это не просто, ну, не знаю, секунду посчитали, сразу 6 грамм испарилось, а потом продолжает испаряться. Авторы задачи подразумевают, что испарение закончилось. Ну, давайте даже так более грамотно скажем, не то, что испарение закончилось, а прекратилось увеличение массы воды в воздухе. Вот так вот. То есть, вот как 6 грамм добавилось в воздух, он стал более влажным, так и все. Когда это происходит? То есть, когда перестает испаряться и добавляться с поверхности воды в воздух, значит, пар. Ну, когда, собственно, окружающий пар стал насыщенным. Вот это очень важный здесь момент. Это значит, что в итоге, в конце процесса относительная влажность в сосуде у нас стала равна 100%. Вот. То есть, это вот такое данное, которое надо было додумать, и получается, что ФИ-2, ну, мы вроде бы как знаем, да, и можем сделать себе вот такой вывод, что оно равно 100%. Ну, собственно, я рекомендую начинать решение задачи с конца, то есть, понять, что у нас получилось в конце концов, когда насытился до максимума воздух в сосуде, потом вернуться к тому, что у нас было изначально. Что у нас, получается, есть в конце? Вот давайте как-то последовательно делать рассуждение. Итак, у нас, в общем-то, относительная влажность итоговая 100%. Отсюда делается вывод, что плотность насыщенного пара и абсолютная влажность воздуха стала одинаковой. Вот давайте напишем, то есть, ρn и получается плотность пара в итоге в воздухе, они стали одинаковы, давайте я ее ρ2 назову, но это же другими словами еще называют абсолютная влажность. Почему так? Ну, просто формула для φ общая выглядит вот таким образом, что это абсолютная влажность поделить на плотность насыщенного пара умножить на 100. Если φ получилось равное 100, то, собственно, ρ должно равняться ρn. Вот и все. Получается, что вот наше ρ, вот это в числителе, то есть, ρ2, оконечное, но, получается, должно стать, вот, собственно, 20 грамм на метр кубический. Это и обозначает, что пара у нас как раз стал в итоге насыщенным. Хорошо, для чего мы это нашли? А дело в том, что, получается, мы же добавили сюда наши 6 грамм, то есть, до того, как мы их добавили, было на 6 грамм меньше, и, получается, изначально в воздухе у нас было, ну, собственно говоря, как раз на 6 грамм меньше. Но нельзя взять и вычесть вот из этих 20 грамм 6. Дело в том, что это все-таки плотность, а эти 6 грамм – это масса. Поэтому давайте сначала найдем, какая общая масса в итоге стала воды в воздухе у нас, потом вычтем 6. Ну, это не проблема. Дело в том, что масса у нас в итоге – это что? Простейшая формула. Плотность, пара, вот она, то есть, абсолютно важная другими словами. Умножить на объем, в котором, значит, наш воздух находится. Формула простая, думаю, все ее знают. И получается, что надо 20 умножить, вот, наш объем на 0,5. Как несложно видеть, мы получим 10, как раз уже грамм. Вот та масса, которая в итоге в сосуде, в конце концов, воды будет в воздухе. Ну, теперь вспомним смысл происходящего. Мы-то добавили сюда 6 грамм. Получается, что в начале, вот масса М1, до того, как все начало испаряться, это будет что? Ну, итоговая масса минус, наша дельта М, то есть, минус те 6 грамм, которые мы добавили. Ну, 10 грамм минус 6, это сколько? 4 грамма. Ну, теперь осталось все раскрутить, скажем так, назад. Нам-то что надо? Афи-1. Афи-1 у нас это что? Абсолютная влажность, она же вот, плотность пара в начале, РО-1. Поделить на всю ту же плотность насыщенного пара, она не менялась от начала к концу, поскольку у нас вот есть примечание, что температура воздуха можно считать неизменной, а плотность насыщенного пара зависит только от температуры, то есть, какая была в начале, такая и в конце. Ну, и осталось РО-1 расписать, что такое абсолютная влажность. Это масса воды поделить на объем воздуха, в котором она находится. То есть, вот это наше М1, которое мы нашли, поделить на объем, ну, и вот еще внизу наше РО-1 присутствует. Ну, давайте я все-таки на 100% допишу, мы же в процентах ищем, и вот здесь так чуть-чуть его впихну. Ну, все, теперь у нас все числа есть, все подставляем. То есть, в начале, как мы нашли, у нас было 4 грамма воды в воздухе, делим на объем на 0,5 метров кубических, и тут еще, собственно говоря, вот на эти 20 как раз грамм на метр кубический, и все это дело на 100. Числа красивые, аккуратные, все легко считается, вы несложно получите простой ответ 40%. Ну, вот такая задачка, я не могу сказать, что она стандартная на влажность, на понимание происходящего, на изменение влажности, но, тем не менее, вполне решаемая. Итак, двигаемся дальше. Задача номер 29. Водяна пара, поднимая поршень на высоту 50 см, вызначит работу паровой машины, за один цикл, и еще площадь поршня до ревни 40 см2, водяна пара уважает идеальным газом, тыск еще до ревни 6500 паскалев, всталом, то есть постоянно. Вид повезет запишите в джоулях, то есть стандартно в Си, ничего мы, получается, в конце особо переводить не будем, но тоже пишем дано. Что мы знаем? Получается, то, насколько водяной пар поднимет поршень, 50 см, давайте, изменение высоты стандартно, дельта Аж, назовем, я сразу в Си перевожу, это полметра. Далее, мы знаем площадь поршня, которая двигает, тоже стандартное обозначение площади С, 40 см квадратных, я тоже себе сразу позволю перевести в Си, сантиметров квадратных в квадратном метре 10 тысяч, то есть надо умножить на одну десятитысячную, это 10 минус четвертый. Тоже тут, кстати, думаю, некоторые ребята допустили ошибки, есть почему-то сложности в перевод в Си площади, объемов, потренируйтесь, чтобы это более уверенно делали. Ну и давление, нам тоже известно, значит, это 6500 паскалей, тут все все, все хорошо. Собственно, нам нужно найти, как раз вот, работу паровой машины, которая все это дело сделала. Формально, вроде бы, задача на работу паровой машины, можно услышать тут тепловую машину, пытаться сразу вспоминать эту тему, но, в принципе, это здесь не нужно, нам не особо важно, какой механизм выполнил работу. Важно понять, что в целом произошло. Ну, давайте простейшую такую схематическую картинку сделаем. Вот у нас, допустим, поршень, который начали двигать, подняли его вот вверх, значит, на какую-то высоту, вот он в новом месте оказался, высоту, давайте я покажу, вот она, дельта H, значит, и какую-то силу F, очевидно, прикладывали, чтобы это дело произошло. Ну, собственно, мы все знаем теперь для нахождения работы. По сути дела, выполнена стандартная механическая работа силы, вот здесь стоит сила, вот здесь перемещение дельта H, формула для работы общая, ну, давайте я начну с стандартной, это сила F умножена перемещение на S, и на косинус альфа, где альфа, это угол между направлением силы, и направлением перемещения. Здесь будьте внимательны, не перепутайте S, то есть перемещение с S в условии, с площадью поршня, буквы одинаковые, смысл разный. Теперь давайте, значит, разберемся с тем, что у нас здесь есть. Какая же у нас действует здесь сила? Кажется, ее нет в условии, но тем не менее, у нас есть давление, вот давайте, как-то внизу его так изображу, это не вектор, но вот так как-то здесь есть какой-то газ, пар, который давит, это получается вверх, действует на какую-то площадь, и по сути дела сила давления, вот это F, связано с давлением, простейшей формулой, давайте внизу напишу, формулой, которая определяет, по сути дела, давление, что это сила поделить на площадь. Здесь уже S это площадь, и вот отсюда мы легко, как раз силу давления можем выразить, без проблем, это давление умножить на площадь. Ну, F можем сразу в эту формулу и подставить, вот, P умножить на S. Что касается вот этого S, то есть перемещения, то оно у нас все-таки дельта H обозначено, это изменение высоты, я заменяю на наше обозначение, теперь мы 2S путать не будем. И что касается косинуса альфа, то здесь никаких проблем, перемещение вверх, сила действует вверх, угол между силой и перемещением 0, а косинус 0 это 1. По сути, можно либо ничего не писать, ну, либо 1 написать для строгости. Все, все значения у нас есть, их осталось подставить, и посчитать. Задачка не сложная, если вы все поняли, все представили, что происходит, то, в принципе, такая себе достаточно подарочная задача для третьего уровня. Итак, после умножения всех этих величин мы получаем ответ 13. Это все в Си у нас, поэтому Джоули, и нас этот вариант устраивает, поэтому вот я сразу 13 и записываю. Переходим к задаче под номером 30. В ней такое условие. Три конденсатори емностями С1 4 мкФ, С2 до рівня С3 6 мкФ, з'єднані в батареї, як показано на схемі. Вот, действительно, схема у нас є. Візначте енергію электричного поля цієї батареї, конденсаторів, якщо напруга на ней, у до рівня 120 вольт. Відповідь, запищіть у милиджоулях. То есть, уже тут не всі, давайте обрати внимание, а вот надо приставочку мили выделить, то есть 10 минус 3, напоминаю вам. Ну, давайте тоже дано. Хотя здесь все уже прямо за нас сделано, все красиво обозначено, давайте я просто сэкономлю время, дано по сути. Вот подчеркну, С, У, все у нас є, я только укажу, что мы іщем, получается. Мы просим, точне нас просят определити енергію электричного поля этой батареї, конденсаторів. Что понимают с подфразы батареї конденсаторів? Что все эти три конденсатора можно мысленно заменить на один цельний, который их собственно полноценно заменит, и найти его энергию. Вот и все. Поэтому я по сути дела так вот и пишу, что мы некую энергию такого себе общего этого одного цельного конденсатора ищем. Ну, давайте это подчеркнем вот индексом О, то есть энергию общую. Напомню, что в данной теме, то есть в электричестве, в электростатике энергию принято все-таки буквой W обозначать, а не Е, чтобы ее не перепутать с напряженностью электрического поля, которая как раз вот уже Е обозначена. Итак, ну, что нам нужно? Формула для энергии однородного поля конденсатора, в частности, вот общий, это будет у нас С у квадрат пополам, где С – это емкость вот этого всего конденсатора, то есть всей этой батареи, поэтому давайте я сразу обозначу, что тоже СО. Напряжение тоже всей батареи конденсатора, но нам сразу вот У обозначено как общее напряжение, поэтому я его отдельно не переобозначаю. Ну и, собственно, все. Мы видим, что нам надо найти С общая, то есть общую емкость этих всех конденсаторов, и по сути задача будет решена. Ну, поехали. Тут несложно видно, как конденсаторы соединены друг с другом. Начать удобно с того, что вот из блока конденсатора второго и третьего выделить их изначально как некую емкость С2-3, не найти ее как емкость отдельного блока конденсаторов. Соединены они, видно, параллельно, все без проблем. При параллельном соединении давайте сразу вспомним, что емкости складываются, то есть это будет С2 плюс С3, я вот тут так сразу в уголку рассчитываю, что это будет 6 плюс 6 микрофарад, соответственно, 12 микрофарад. Пока все прям в микрофарадах рассчитываю, потом уже переведу. Ну и собственно с конденсатором С1 уже вот этот вот блок вот цельный, который мы теперь как один конденсатор С2-3 себе представляем, они соединены последовательно и получается, что уже это можно по сути как все общее и обозначать, а при последовательном соединении конденсаторов двух, можно помнить себе такую формулку, что это дробь, где в числителе умножаются эти две емкости, то есть С1 и наш общий конденсатор С2-3, а в знаменателе складываются. Кто не помнит этот частный случай, я в скобках покажу общую запись формулы, что 1 поделить на С равно в таком случае 1 делить на С1 плюс 1 на С2, ну и так далее. Это общая формула, где индексы не привязаны к нашему условию, то есть не обращайте внимания, что С1 и С2. Если конденсатор то из вот этой записи получается после преобразования такой вот удобный частный случай. Ну, собственно, если вы подставите сюда числа, то есть получается, что у вас С2-3 это 12 микрофарад, а С1 это у нас будет 4 микрофарада, вы после всех расчетов получите, что емкость у вас будет общего всего этого конденсатора, это 3 микрофарада. Давайте так вот и напишу, 3 микрофарада. Ну, все это осталось подставить сюда в формулу для энергии. Здесь уже обязательно все все пишем, поэтому я пишу не просто 3, а 3 умножить на 10 в степени минус 6, это как раз наша приставочка микро будет за это нести ответственность, ну и умножить на У в квадрате, то есть на 120 в квадрате и поделить это все дело пополам. Тоже числа подобраны более-менее адекватно, правда результат все-таки будет дробный, а не целый, но тем не менее он досчитывается и очень сложно. Мы получаем ответ 21,6 умножить на 10 в минус 3 степени джоулей, по сути уже вот готовые, но не забываем, что нам надо в миле джоулях давать ответ. Как раз приставочка 10 в минус 3 нам и дает миле, поэтому вот 21,6 это у нас уже готовые миле джоулей, это наш вот итоговый ответ. И я могу его записать в нашу форму. двигаемся дальше, и у нас задача 31. Вот у нее такое длинноватое условие, хотя не совсем понятно для чего, можно на многое было короче сформулировать. Ну, видимо, авторы теста очень захотели сделать такое себе своеобразное приложение к физпрактикуму, то есть описать некий эксперимент, хотя, ну, по моему мнению, не особо это имеет смысл, только усложняет понимание условия. Ну, ладно, имеем то, что имеем. Итак, условия. Для вызначения электрохимичного эквивалента миди катодную пластину спочатку зважили и, видимо, получили вот массовое нулевое, потом занурили и в электролитичную ванну, последовательно подъеднали амперметр, кстати, это сразу значит, что он показывал силу тока на нашей ванночке, та инше обладнание до джерела струма. Через 25 хвилин кола знеструмали, катодную пластину промыло и высушило, после чего и снова взваживало и уже получили массу М. И мы как раз видим таблицу этих всех результатов, то есть, вот у нас М нулевое, это некая вот начальная масса, вот она 80,25 грамма, значит, М уже вот конечная 80,73 грамма, ну и как раз вот нам сила тока в цепи тоже дана 1 ампер. Вы, значит, из-за результатов вымиривания киноведы на в таблице электрохимичный эквивалент миди. Видповедь запущить в миллиграммах наклон, то есть, кстати, вот не все, поэтому обязательно в конце это все нам надо аккуратно с вами перевести так, как положено. Ну, поехали, что мы знаем? Вот эти вот два данных по сути нам для чего даются? Чтобы мы определили, насколько изменилась масса как раз вот нашего катода, и это нам покажет, какая масса элемента вследствие электролиза на нем выделилась, то есть, вот мы видим, что его масса увеличилась, чуть-чуть, но увеличилась. Это изменение массы, это то, насколько он облип медью получается. И мы можем это, в общем-то, вписать в данном сразу, как изменение массы, которая, по сути, и показывает массу меди. То есть, это иными словами масса меди, которая выделилась в результате электролиза. Для этого надо 80,73 грамма вычесть в 80,25 грамма и получить число, главное не ошибиться, это будет 0,48 грамма, я его сразу записываю, но тоже это же граммы, не забыть это перевести в Си, поэтому я сразу на 10-3 умножаю и подписываю, что это килограмм. Дальше что, силу тока давайте выпишем, с ней ничего особо делать не надо, 1 ампер, красивое число, и кроме этого всего нам еще дано время, которое, значит, прошло, 25 минут, я так хитро в Си переведу, просто умножу на 60 секунд в одной минуте, да и все, досчитывать не буду, кто хочет, сам досчитывает. Значит, что от нас просят найти? Нас просят найти электрохимический эквивалент медиа, стандартно обозначается К. Ну, когда-то все сформулировано, дальше на самом деле задача уже становится намного легче, она очевидна на первый закон Фарадея, где, в общем-то, указывается, как найти массу элемента, который выделился на одном из электродов, вот как мы ее обозначили дельта М, ну и одна из форм записи как раз будет выглядеть, что это электрохимический эквивалент умножить на силу тока и умножить на время, которое прошло, то есть время нашего процесса электролиза. Все, все очень легко, К отсюда легко выражается, это масса вот меди дельта М поделить на ИТ, ну и осталось подставить числа. В общем-то, кто так и понял условия и не испугался того, что тут есть какая-то таблица, того, что тут много слов, я думаю, что он без проблем задачу эту решил, вот так вот я дописываю все числа, тут тоже все можно аккуратненько посокращать, будет 032 умножить на 10 в степени минус 6 килограмм на кулон. Дальше нам это нужно перевести, как мы видим, в миллиграммы на кулон, ну по сути надо вот немножко поработать с килограммами, килограммы, если в граммы переводить, то это степень 10 в минус 3 нужно выделить, а чтобы еще и в миллиграммы еще нужно выделить степень 10 в минус 3, то есть по сути выделить степень 10 в минус 6. Вот она у нас уже готова, то есть по сути дела просто ее убираем и она вот превращается себе в миллиграммы на кулон И мы получаем ответ в той форме, как нам и нужно. Ну, я вот его фиксирую как раз здесь. Так, двигаемся дальше. Задача номер 32. Что касается этой задачи, ну, как мне кажется, она, наверное, из всех задач третьего уровня самая сложная. Ну, хотя тоже слово сложное не особо здесь подходит. Вполне все стандартные школьными методами решается. Ну, вот можно было не догадаться, наверное, как ее делать. Ну, в общем, такое мое личное мнение. Если мне не изменяет память, она чуть ли не в такой же формулировке, может, с другими числами, предлагалась в ЗНО, в пробном, несколько лет назад. Поищите, может, я ошибаюсь, но вот точно она, мне кажется, знакомая. Итак, что нам предлагают авторы? Тягарец, подвешенный до гумовой нитки, здействует вертикальнее колывание. На рисунке поруч с линейкой изображена гумовая нитка без тягарца и крайнее откидывание тягарца от положения ревноваги в процессе колывания. Вызначьте максимальную швидкость руху тягарца подчас таких колываний. Цена поделки линейки становится 0,5 см. Вважайте, что для гумовой нитки выполняется закон ГУКа. При скорне вильного падения нам дано. Ветповедь запущите в сантиметрах на секунду. То есть, вот опять обратите внимание, не все. Можно ее решать-решать. Обрадоваться, что вы решили найти метров в секунду и получить 0 баллов, если вы все это дело не переведете. Итак, поехали смотреть, что мы вообще можем указать в дано. Достать из условия, ну и из рисунка, который нам предложен. Ну, в дано я вижу только цену деления линейки. В принципе, это не особо нам полезно. Единственное, что полезно, что она сантиметровая. То есть, эти обозначения, которые мы видим, нам позволят понять, что это все в сантиметрах. По сути, больше никаких данных нет. Уже такое себе данное. Но что мы можем видеть с рисунка? Все-таки рисунок нам очень полезный. Давайте на него обращать внимание. В условии четко сказано, что вот вторая и третья часть рисунка нам показывают два крайних положения колебания грузика на нашей резиновой ниточке. То есть, по сути дела, вот это положение, это одно крайнее амплитудное положение, это второе. По сути дела, между ними, ровно посередине, вот мы уже можем показать, это положение равновесия, получается, будет с подвешенным грузиком. И я могу отсюда сразу автоматически достать амплитуду колебаний. Вот такое, по сути, тут данное, которое, очевидно, нам пригодится, если мы понимаем все, о чем я только что сказал. Поэтому сразу давайте в дано укажем А. Наверное, оно нам дальше пригодится. Ну, видно, что это 2 сантиметра. Я, давайте сразу это перевожу, извиняюсь, 0,02 метра в систему интернационал и смотрим дальше, что мы еще знаем. Но нам еще почему-то, кстати, известно, вот начальное положение резинки, пока еще к ней ничего не подвешено. Что мы будем с этим делать? Ну, давайте чуть позже посмотрим. Пока давайте укажем, что мы ищем, значит, получается, давайте посмотрим, максимальную скорость движения нашего Тегар-Ся, вот я это обозначаю. Ну, вот ВМ давайте это назовем и отчертим дома. Итак, ну, собственно, переходим к решению. Я предлагаю делать таким образом. В принципе, это не относится к основным формулам, тем не менее полезно это знать. Это встречается связь максимальной скорости гармонических колебаний с амплитудой координат этих же гармонических колебаний. Выглядит это несложно. Амплитуда скорости, она уже максимальная скорость. Ну, давайте так сразу, чтобы не морочиться, по модулю у нас как раз, в общем, положительное значение подразумевается, что надо искать равно амплитуда колебаний координаты, то есть А умножить на циклическую частоту этих колебаний, то есть на омегу. Вот видно, что нам уже А действительно пригодится, я не зря на него обратил внимание. Теперь, что нам делать с омегой? У нас о каких колебаниях идет речь? Ну, сказано, что колеблется грузик на резинке. Это у нас пружинный маятник, в принципе, можно заменить на него. А, соответственно, омега можно выразить по формам колебаний. Ну, здесь по-разному рассказывают. Некоторые сразу показывают учителя, как искать циклическую частоту колебаний пружинного маятника. Некоторые нет. Давайте представим, что вы это не видели, и выведем это из формулы для периода. Во-первых, циклическая частота с периодом связана как 2π делить на период. А формула для периода, ну, мне кажется, более стандартная, поэтому я вот ее тут хочу применить. Это 2π умножить на корень из массы груза, поделить на его жесткость. То есть, на жесткость, извиняюсь, резинки, ну, или пружины, смотря о чем идет речь. 2π сокращается. При делении на дробь мы получаем ее в перевернутом виде, то есть, k поделить на m, ну, не забываем сюда вернуть корень. То есть, в принципе, иногда сразу вот так вот циклическую частоту колебаний пружинного маятника и показывать. Если вы так сразу знали, пожалуйста. То есть, я уже сюда могу ее формулу максимальной скорости подставить. Итак, вот что мы получим. Ну, на самом деле, нам это пока не особо упростила жизнь, потому что атом мы с вами показали, а про жесткость и про массу груза ни слова в условии нет. И кажется, что все, тупик, что делать дальше, непонятно. Вот тут мы как раз и перейдем к рассмотрению того, что было с нашей резиновой нитки до ее деформации. То есть, до того, как мы подцепили к ней грузик. Что же делать, в общем-то, с этими данными? А смотрите, если бы мы просто подцепили грузик и не приводили его в колебание, то он бы находился в положении равновесия. Вот я его показал. Давайте я сюда его, собственно, продлю. Не нарисую, что он бы висел себе спокойно здесь. И наша бы резинка растянулась вот на какое расстояние. А, кстати, растяжение Е стандартно принято обозначать как Δx или просто x в законе Гука. Напоминаю вам, давайте я так это и назову. И, собственно, раз он будет просто висеть и не будет колебаться, то на него бы действовали какие силы? Ну, сила тяжести, очевидно, сила упругости по закону Гука. Да и все, собственно говоря. И если колебания бы не происходили, то есть он себе спокойно бы висел, то эти бы две силы были равны. Оказывается, вот эти вот дополнительные рассуждения нам с вами очень помогут. Кто до них догадался, молодец. Кто нет, ну вот теперь будете знать один из вариантов, как можно это было сделать. Две эти силы должны равняться, чтобы груз не болтался, если спокойно висел. А это нам позволит, собственно, найти соотношение k и силу упругости, исходя из закона Гука по модулю равно kx, ну или kΔx, как я вот только что его в ходе решения назвал. Ну, mg я оставляю как mg. И вот прямо вот это отношение, как m отсюда могу найти. Посмотрите, я могу m перенести влево, оно будет внизу делиться, то есть k будет делиться на m, то, что мне и нужно. Ну, а Δx наоборот убрать вправо, и мы получим вот g деленное на Δx. Ну, и как раз это все и можем подставить в свою исходную формулу для максимальной скорости. А это уже обстановка намного приятнее, потому что Δx видно по картинке. Давайте обратим внимание, это будет расстояние от 13 до 18 сантиметров. То есть я вот так вот здесь слева допишу, это 5 сантиметров, или все это 0,05 метра. И все хорошо, все данные у нас есть, поэтому можем теперь все посчитать. Вот я даже обведу это равно, чтобы было видно, где мы, в общем-то, подставляем числа. То есть вот у нас в дано есть амплитуда, это 0,02. Умножить на корень из g, 9,8. Поделить на наш Δx, это 0,05. Ну и, в общем-то, все. Кажется, 9,8 делить на 0,05 должно получиться какое-то дикое число. Вряд ли из него будет корень. Тем не менее, авторы все красиво подобрали. Извлекается здесь корень. Это полный квадрат под корнем. Он уже дальше, естественно, без проблем умножается на 0,02. Посчитайте сами, посмотрите, как и что получается. Ну, в общем, в результате у нас будет ответ 0,28. Мы искали скорость, искали ее в си, поэтому это будет метров в секунду. И вот тут главное не забыть, что нам надо в сантиметры в секунду перевести. Ну, получается, нам надо только с метрами разобраться. 0,28 метра это 28 сантиметров. Секунды мы не трогаем, они нас устраивают. И вот он наш конечный, красивый, или не совсем даже красивый, но ответ. Вот 28. Вот такая вот себе задачка. Ну, вот такой метод решения предлагаю. Может, кто-то что-то другое придумает. Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Ну, а я двигаюсь дальше. Итак, задача номер 33, предпоследняя. Проведна рамка ревномирного вырата в одноридном магнитном поле. График залежности электрорушийной силы, РС индукции, вид часу и дображно на рисунку. Мы его действительно видим. Вызначите РС индукции в момент часу, период делить на 12. Вот Т делить на 12. И где вот даже уточняется ДТ, С, период колывания. Ну, собственно, тут даже, наверное, нет смысла особо писать дано. Давайте сразу посмотрим на график, что мы вообще с него можем взять. Когда у нас нарисован график гармонических колебаний, два самых очевидных и полезных данных, которые вам могут пригодиться, это период колебаний. То есть, это вот та точка, где полностью прошла вся целая волна. Одно полное колебание. Мы видим, что это в двоечке произошло. У нас измерение оси в секундах. То есть, это оси. Поэтому я так сразу смело пишу, что вот у нас период 2 секунды. И это амплитуда колебаний. У нас колеблется ЭДС индукции. Вот это 0,3 милливольта. Значит, я могу тоже сразу обозначить, что это ЭДС. И даже не забыть это умножить на 10 в минус третьей степени, вольт. Пригодится нам или нет, это мы уже дальше посмотрим. Теперь, собственно, давайте обозначим, что мы ищем. Итак, нам надо выразить, точнее, определить ЭДС индукции в определенный момент времени. То есть, его посчитать. Давайте я это грамотно напишу. То есть, надо найти ЭДС в определенное время. То есть, значение функции от времени. Какое время мы конкретно можем указать. Вот это от периода, деленного на 12. Это с вопросом. Ну, кто не совсем понимает, что я сделал в этой записи. Какие-то скобки и так далее. Вспомните, как вы на математике обозначаете вообще функции. Как считаете их значение. Стандартно могли видеть такую запись. Там, допустим, посчитать значение функции F. Допустим, в точке 3. Вот, к примеру. Вот, если бы нас такое просили найти на алгебре, вы бы в формулу, в саму функцию, подставили бы число 3 вместо X и посчитали. Ну, у нас обозначения другие. Название функции это вот буковка наша Epsilon, это ЭДС. Значение E аргумента нам точно неизвестно. Это не число, да, пока это T делить на 12. Хотя формально число, потому что T я уже назвал. Это двоечка, его, в принципе, можно подставить. Ну, теперь давайте это сделаем. А, чтобы посчитать значение функции, что нужно сделать? Надо саму функцию знать. Поэтому давайте в общем виде сначала выпишем, какая будет функция изменения ЭДС от времени. Это не проблема. Когда мы видим график, мы должны, во-первых, обратить внимание, что это график синуса. То есть, это закон колебаний будет идти по синусу. И общий вид его будет какой всегда? Это амплитуда этих колебаний. В данном случае это максимальное амплитудное значение ЭДС. Да, вот давайте я это ЭДС максимальное укажу. Умножить на ту трегонометрическую функцию, которую эти колебания описывают. Ну, я ее уже назвал. Это синус. Колебания у нас начинаются с нуля. Никакого смещения, никакой начальной фазы нет. Поэтому общий вид дальше идет. Это омега Т. То есть, теклическая частота умножить на момент времени. Ну, а нам с вами что надо сделать? Нам надо вот конкретного значения посчитать. То есть, ЭДС от периода, деленного на 12. Давайте это делать. Максимальное мы уже выразили. Давайте акцентирую внимание, что это конкретно амплитуда ЭДС. Это у нас получается 0,3 умножить на 10 в минус третьей степени вольт. Дальше умножить на синус. Омега, вроде бы мы как ее не видим, пока ни на графике, ни в условии ее нет. Поэтому давайте я сразу распишу через период. О нем идет речь в условии. А вот нам это поможет. Формула циклической частоты в зависимости от периода это 2π делить на t. А в момент времени нам тоже дан. Вот он, t делить на 12. Я это подставляю. Заметьте, нам даже не пригодилось значение периода конкретное. Потому что вот его можно тут просто посокращать. Оно уйдет. Двоечку с 12 тоже останется. π делить на 6. И я надеюсь, вы помните значение синуса π делить на 6. Это же синус 30 градусов, если вам так удобнее. Это будет 1,2. Кто не помнит, в конце тестовой тетради дается таблица значений вот этих простейших тригонометрических функций. То есть это синус равен 0,5. 1,2 другими словами. И мы получаем результат 0,3 умножить на 10-3 на 1,2. Это будет 0,15. Вот у меня не влазит. Я чуть ниже допишу. Умножить на 10 в минус 3. Это мы нашли значение EDS в данный момент времени. Мы все считали в C, поэтому это в вольтах. Ну, теперь внимание смотрим. Мы нашли то, что нам надо. Нас просят ответ указать в мили в вольтах. Вот как не любят авторы системы интернационал. Постоянно просят нас все переводить. Мы переводим. 10-3 это есть приставочка мили. Я ее просто убираю. И вот получаю 0,15 мили в вольт. То, что от нас и ждут. Вот, собственно говоря, вписываем этот ответ. Ну и завершаем наш разбор. Последним заданием номер 34. Достаточно редким в третьем уровне ЗНО. Потому что здесь упоминается специальная теория относительности. Такая тема, которой в школьной программе мало времени уделяется. Ну, тем не менее, уделяется. Поэтому все честно смотрим. Итак, условия. Зракет еще рухается видносно Земли. Здесь швидкостью 0,5. С тут надо понимать, что не секунды. Но авторы предусмотрительно в скобках нам все расшифровывают. С швидкость свитла в вакууме. Запустила в напрямку ее руху космичный катер. Давайте я сразу буду зарисовывать эту картину из будущего. Вот у нас есть один объект. У него задана скорость какая-то V1. Она равна 0,5C. И с него еще вот улетает в направлении движения, значит, некоторый космический катер. Пусть у него скорость V2. Но она, кстати, вот такая же тоже 0,5C. Мы ее обозначаем. И нас просят, во сколько раз скорость этого катера относительно Земли. То есть, относительно неподвижного какого-то объекта. Вот давайте я его тут где-то нарисую. Он не двигается, значит, будет больше, чем скорость света в вакууме. То есть, нам надо найти относительную скорость вот этого нашего катера. Вот он. Относительно неподвижной системы отсчета. Давайте я так вот V относительное назову. И, собственно говоря, определить во сколько раз нам меньше скорости света. Скорость света больше получается. Поэтому, что нам надо найти? Взять скорость света в вакууме, поделить на эту относительную скорость, которую мы пока не знаем. И, собственно, вот найти результат. И мы тогда все решим. Ну, давайте обозначим, что это вот у нас Земля, чтобы было понятно, где что. Ну, все просто. Сначала надо найти эту относительную скорость. Это делается по формуле сложения скоростей в случае релятивистского движения. То есть, когда движение идет со скоростью близкой скорости света. Это наш случай. 0,5 скорости света. Это очень большое значение. Ее надо вспомнить. В случае движения в одну сторону, выглядит она так. Это дробь. В числителе складывается скорость объектов. Значит, в знаменателе вот такая чуть-чуть посложнее вещь. 1 плюс еще одна дробь. Тут в числителе ее произведение этих скоростей. В знаменателе скорость света в квадрате. Ну, и все. Если вы эту формулу помните, дальше никаких нет проблем. В числителе у вас будет складываться 0,5c плюс 0,5c. В знаменателе будет 1 плюс... Ну, тут давайте я чуть ускорю. Здесь будет 0,5c умножить на 0,5c. Это будет 0,25c квадрат. Поделить на c квадрат. c квадрат уйдет, останется 0,25 просто. Вверху мы получим просто c. Внизу мы получим, значит, 1,25. Вот здесь такой тонкий момент. Я вам честно признаюсь, я когда эту задачу решал сразу после ЗНО, я допустил ошибку, потому что стандартно, ну, по привычке знаю, что просят эту просто скорость посчитать, да и все. То, что я сейчас сделаю дальше, делать было не нужно. Я просто вас предостерегаю от ошибок и прошу быть очень внимательными. Я просто взял, поделил c на 0,25, получил 0,8c. Я тут был абсолютно прав, это еще пока не ошибка, но, собственно, я дальше увидел этот коэффициент 0,8 и как-то автоматом взял его, вписал в ответ, да и все. То есть я нашел, наоборот, отношение относительной скорости к скорости света. А как видите, авторы просят нас сделать немножко другое. То есть вот я бы словился, потерял здесь 2 балла, ну, прошу вас всегда быть внимательными, поэтому давайте сделаем все-таки как от нас просят и подставим сюда относительную скорость. Вот пока еще в этом виде даже можно было не делить на 1,25. Мы получим c делить на c, а этот знаменатель просто поднимется вверх. Я его даже вот так вот сейчас сбоку напишу, вот покажу, что мы с вами считаем, то, что нас просят. Скорости света просто посокращаются, мы получим ответ 1,25, и вот именно он единственный неповторимый здесь правильный ответ. Вот так вот можно словиться на простейших вещах, на привычке, не вчитываясь внимательно в условии. Ну, на этом все. Мы разобрали с вами все задания теста ЗНО по физике 2017 года. А на этом все. Напоминаю, мы с вами разбирали решение задач ЗНО по физике за 2017 год. Обратили внимание на все важные нюансы при решении этих задач. Подписывайтесь на наш канал, смотрите разборы решений ЗНО по другим предметам и за другие годы. Также обратите внимание на наши бесплатные онлайн уроки подготовки к ЗНО, ну и на другие интересные ролики из мира образования. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok